Тебе кто больше понравился? Оба. Нормально ты замахнулась. Мне Петя больше понравился. Ну, тогда Миша мой. Вот и поделили. Отлично. Я отойду на минуту? У тебя точно не держание. Кать! Вам же сказали там подождать. Мы подумали, что вы хотите нас продинамить. Катька где? Она сейчас. Кать, ну хватит ныкаться! Кать! Ушла что ли? Катя! Катька! Твою мать! Что того? Да как же так? Что делать? Вызывай полицию! Сейчас, сейчас, сейчас. Помогите! Мам, если ты поедешь в форме, то я с тобой не поеду. Ладно. Готово? Почти. Угу. Утро доброе! Привет, Михалыч. Привет. А где Альберт? Я ему дозвониться не могу. Так, меня-то товарищ полковник еще с вечера отпустил, чтобы я отсыпался. Ну, а сам он комиссию принимает. Они, наверное, опять всю ночь в бане пили? Ну, ты ж понимаешь, ну, как управленческих ублажают. Я-то понимаю. Заедем к отцу на работу, отвезем чистую рубашку, а то он весь день старый. Ладно? Ну, так присядем на дорожку. Давайте. Ну, поехали. Так, а моя сумка где? А, вот она. Я быстро. Хорошо. Угу. Саш, привет. Здравия желаю, товарищ майор. Передашь эту рубашку полковнику Федоришну? А он сам на месте. Он здесь? Да, да. А я звонила на служебный. Ну, вообще, я лично его не видел, сам только заступил, но в журнале значится, что товарищ полковник в отделении. Ладно, спасибо. Угу. 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 Прекрати. Слышишь, прекрати. Иди. Какая же ты мразь. Не надо мне больше ничего говорить. За мной ходить не надо. Я не хочу, чтобы Пикас слышал о нашем скандале. Лена! Меня уже в управу вызывали из-за этого вашего маньяка. И крылья, как придурка со справкой. Следитель Матюшин, доложи, что по ночному убийству. Докладываю. Да сядь ты уже. Как и в предыдущих случаях, потерпевший перерезали горло и оставили на теле красную розу. Так ты мне зачем это несешь? Я это и без тебя знаю. Что конкретно предпринято по поимке преступника? Или у вас опять как на Марсе? Следы есть, а жизни нет? Жизнь есть. В этот раз потерпевшая не была изнасилована. И его, видно, парни спугнули. И подруга ее недалеко находилась в момент убийства. Но я ее опросил. Ничего. У тебя уже год это ничего. По ювелирке что-то? Ну, есть одна зацепка. Разрешите? Интересно, и что же понадобилось оперу на совещании у следователей? Там ночью мужчину постовые в парке задержали. С чужой кровью на одежде. И в кармане нож с бурыми следами на лезвии. Я его сюда доставил. Ну так с этого и надо было начинать. Так я с этого и начал. Так не умничай со старшим по званию. Ты что сидишь там, твоего маньяка наверняка уже схомутали. В атаку. Так что по ювелирке? Заходим. Только не надо толкаться. Не надо толкаться. Садись. Не надо толкаться. Протоколы задержания изъятия. Так. Кровь. Где его нож? Нож у меня. Я позже экспертизу сделаю. Тут надо изъять окровавленную одежду у подозреваемого. Ну это правильно? Я что в камне голой буду? Неправильно же пойму. Как раз правильно пойму. У меня в кабинете есть белый халат. Ладно, тащи сюда белый халат. Дергач, организуй понятых. Слышь, начальник, за что меня приняли? Малышка моя любимая. Чуть, дом, мы неделю не видели. А я уже соскучилась. Сестренка. Привет, дорогая. Тонечка моя. На пару дней. Да ладно, че ты как неродная? Пойдем. Подождите, вечер. А, точно. Гражданин Мовчан, вы не отрезаете, что это ваша одежда? Вслух произнесите это. Не отрицаю. Понятые. Распишитесь, пожалуйста. И ваша подпись. Все, вы можете быть свободными. А, проводите. Есть. Если что, я у себя. Так, я еще раз спрашиваю. Откуда на вашей одежде кровь и что вы делали ночью возле парка? Я вас не понимаю. Я требую переводчика. Понятно, уведи его. Встал. Встал. А что вы все здесь грубые такие? Слушай, ну тромчу, это и есть маньяк. Только в суде это не предъявишь. Да и экспертизы мало. Слушай, Сильвестр, а подсади к нему своего стукача. А вот эта мысль. Татья, Том, а какое полотенце можно взять? А, там желтое, оно чистое. Ага, спасибо. Лен. Ну, что на самом деле случилось? Да ничего особенного. Она застукала своего секретаршей. В смысле? А не того? Угу. Прямо на служебном диване. О-о-о-о. Откобелина позорный. Ленок, вот если честно, вот он мне никогда не нравился. Бабник, карьерист и... Ой, сама все знаешь. Ну да. Только я теперь с ним ни жить не могу, ни работать. Если честно, я... Поняла. Давно его не люблю. Ждала, когда Вика вырастет. Развод! И сердце вон. Том, можно мы у тебя пару дней поживем? Я потом Вике квартиру сниму. Ленок, ну ты наивная. Да в нашем городе любую хибару снять, это большая часть твоей зарплаты. Постой, что ты мне говорила в прошлом месяце по телефону о положенной квартире? Ну, в следующем году у меня выслуга лет пойдет. Да. Обещали квартиру дать. Ну и отлично. Ну, рассчитывайся там и устраивайся здесь. Как? Как это? Ну, послушай, ты же сразу убиваешь всех зайцев. Во-первых, ты избавляешься от своего муженька. Во-вторых, ты получаешь за выслугу здесь квартиру. А это не какая-то хата в твоей провинциальной дыре. Ну, в общем, я предлагаю пожить у меня, а потом что-нибудь придумаем. Я не знаю, как-то неудобно. Да что там неудобно? Да ты посмотри, какая огромная квартира. Мой постоянно в рейсах. Я тебя умоляю, все места хватит. Ну, вообще, это, наверное, правильное решение. Ну, конечно. Переводишься? Попробуем? Ну, вот это совсем другое дело. Пойду позвоню. Алло, Миш, привет. Леночка, я рад тебе, как Ченгачгурская Альпа-Врага. Давай вечером увидимся. Миш, я по делу. Ну, раз по делу, давай заходи прямо сейчас в кабинет. Хорошо. Я приду, я адрес знаю. Я через час буду. Угу. Спасибо. Мама, тапки мои мы забыли. Ну, ты же сама сумку собирала. Ну, откуда ты голая выберлась? Ну, простынешь. Ну, как? Да вот, жаль, я костюм свой новый забыла. Ленка, ты что, на свидание собралась? Ну, да. Со своей юностью. Так ты Мишеньке звонила? Опа. Да, так в таком виде к такому мужчине ты не пойдешь. Я тебя сейчас грозодену по последней моде. Том, Том, может не надо, а? Надо, не спорь. Группа крови на одежде подозреваемого не совпадает с группой крови, убитой сегодня ночью. А это ничего не значит. Главное, что кровь не его. Что, простите? Я говорю, что он в этот раз просто не запачкался. А одежду надел ту, в которой я раньше совершал преступление. Ночью все равно же не видно. Конечно. Группа крови на одежде подозреваемого совпадает с некоторыми ранее убитыми жертвами. Вот, я прав. Но, замытая кровь свежая, она не может принадлежать давно убитым. Так вот, Мария, вот эти вот выводы, это вообще не твоя компетенция. Это как раз моя компетенция. Все, свободно. Короче, Калееву как орех молотком, но чтобы вот этот вот задержанный оказался тот самый маньяк. Есть. В атаку. Ну давай. Черт. Ой, простите. Да ничего, коллега. Извините, мы знакомы? Нет. Но я так понимаю, вы офицер полиции? Я перезвоню. У меня что это, албом написано? Ну, почти. Я так думаю, что вы опер, не ниже капитана. Ну да, тогда ответный ход. Скорее всего, вы следователь. Верно. Послушайте, у меня телефон заглючил. Позвонить не могу, а меня там подполковник Игорлинский ждет. Вы меня к нему не проводите? Пожалуйста, я просто ксиву дома забыла, не пропустят. Без моего такого провожу. Спасибо. А вы не посмотрите? Может быть, еще будет работать. Можно починить? Я не силен в этом. Надо сам показать. Эх, жалко. Товарищ Павловков, ты чего? Тут, товарищ следователь, ваш кабинет искал. А-а-а! Ленка! Миша! Привет! Слушай, ну ты не меняешься, а? Как так, пирамида Хеопса? Ты тоже не меняешься. Немножко, правда, раздобрел, а так шикарно выглядишь. Спасибо. Проходи, садись. Ну что, у тебя все по-прежнему? Работа, семья, отпечатки, пальцы? Работаю следователем у Филиппова. Да это понятно. На личном-то что? На личном с мужем развожусь. Слушай, Ленок, ну это правильно, если не любишь. Что ж тут? А у тебя как? Да, я четыре года назад его довел. Ой, извини, пожалуйста. Да ничего страшного. Уже привык. Слушай, а ты мне звонила, про какое-то дело говорила. Что-то случилось? Миш, послушай. У меня здесь дочка в институт поступила. Я ее приехала проводить, а теперь боюсь одну оставлять. А я чем помочь могу? Может, ты меня возьмешь к себе в отдел переводом? Тем более, что я с мужем не могу больше совместно работать. А ты где жить-то собираешься? Пока у сестры поселились. Потом квартиру сниму. А там и выслуга лет подойдет. Квартиру же лучше в городе получить. Лучше. Слушай, мне, конечно, нужны верные люди. Тут же положиться-то некого. Сама понимаешь. А ты вот как вообще систему понимаешь? Миш, ну, просьба начальства там. Миш, ну, конечно, понимаю. Иначе бы не прослужило столько времени. Ну, да, отлично. Оформим тебе перевод. Но так как опыта работы у тебя в городе мало, для начала придется поработать с мертвыми делами. Ты имеешь в виду убийство расследовать? Ну, не совсем. Ну, вот у вас в городке сколько следаков? Двое. Я еще один. Но у нас и преступлений мало. Вот. А у нас и следаков много, и преступлений столько же. И сидит там вот один следак. И правильно оформляет документы, пока его коллеги ни одного преступления раскрыть не могут. А потом это со временем наводняет, всякими запросами, справками. И все. Сроки заканчиваются, сдают в архив. Так это даже лучше. На вызовы не надо мотаться. Ну, и замечательно. Я лично рад, что будем вместе работать. Я тоже. Вечером, надеюсь, на совместный ужин. Ну, конечно. Ну, все, что? Пойдем, покажу, где работать придется. Ой, спасибо. А то, может, не передумаешь. Спасибо, Миша. Я вещи пока у тебя оставлю. Слушай, ну хватит все рбать. Мешаешь. Я тут, между прочим, обвинительную пишу. Может, мне вообще не дышать? Или как? Желательно. Слушай, я этот твой телефон на твоих глазах когда-нибудь поломаю. Понял? Я буду участвовать. Вот, Елена Васильевна, наш однополый, но зато дружный и, я надеюсь, гетеросексуальный коллектив. Все, Родянка, танцуй тверк. Теперь и следователь Федорешина будет заниматься мертвыми делами. Так, а... А так, в общем, злишний стол здесь не нужен, потому что у нас старший следователь уходит в управу, поэтому кто-то из этого кабинета займет его место. Разрешите представиться? Представишься потом. Все, работайте. Учит вверх. Пойдем. Очень приятно. А аналогично. А вы заметили, как наш начальник вожделенно смотрел на данную особу? Да уж. Он очень, очень хороший мальчик, правда? Да я вам верю. Евгений, а что это у тебя дом плачет? Мать подозреваемого Мовчан. А что плакать? Так мы же его подозреваем. В общем, Евгения Васильевна, это наш старший следователь. Здравствуйте. Ну, работайте, работайте. Пойдем. Господи, я следователь. Михаил Константинович, я вам еще раз повторяю, что кровь на одежде задержанной, ну, не совпадает с кровью убитой. Ты к чему это все твердишь, как заевший патефон? Да к тому, что я вас знаю. Обвините невиновного, потом суд его оправдает и меня крайне сделаете. Ты что несешь? Тем более при постороннем человеке. Слава богу, Елена не посторонняя, так как будет работать в нашем отделе. Ну, хоть одна хорошая новость. Наконец-то в коллективе появится женщина, а тут жития с этими сплетниками нет. Маша, можно на ты? Чай будешь? Нет, скажусь. А вы? Конечно буду. Тем более твои пирожки, как апельсин для чокчи. Да, кстати. Секунду. Я слушаю. Есть. Буду через 40 минут. Черт, мне в управу тянут. Алин, за тобой куда заезжать? Я, по-моему, уже был. Улица Мирная, дом 11, квартира 8. Только ты поднимись, а то у меня что-то телефон заглючил. Ужин с начальством? Просто мы учились вместе, давно не виделись. Да-да-да, я так и поняла. Маша, а вы тут говорили про какое-то убийство? Да, это про маньяка с Розой, он же восьмую жертву замочил. Да, нам на планерке говорили. Самое главное, все жертвы – ровесница моей дочери. И примерно такого же типажа. Ужас какой-то. А парень, которого задержали, вот подозреваемый, что с ним? Поймали, но вроде опять не того. Хотя кто его знает. Парень молчит. Задержали его на месте преступления. Он был снажен и весь в крови. Только кровь не его и не убитой. Хотя и свежая. А может он еще кого-то убил, но труп пока не нашли? Ну это хорошая идея. Только ты это нашему старшему тупому следаку скажи. Хотя тут все следаки тупые. Все. Да. Как и все кобели. Да, ты кстати замужем? Нет уже. Зуб даю. Изменял. Точно? Я бы, знаешь, я бы всех этих женатых мужиков после рождения детей кастрировала. А что? Чтоб не блудили на стороне. Отличная идея. Ну и вкусно. Пару. Привет тебе, Тижа. Смерть легалом от ножа. Ты что, обгадился что ли? Базар фритруй, начальник. Походу у тебя носки воняют. Ладно. Один-один. Пойдем, пройдемся что ли? Да нет. Копыто болит. Так что ты звал? Ладно. Короче, надо к одному человеку в камеру подсесть. Тут, как говорится, любой стряпец за ваши деньги. Будет твою бабула. Главное, чтобы результат был. Не забудь удивиться. Сосед твой в халате будет на голое тело. Он что, эксгибиционист? Эксгибиционист в деревне. Не угадал. Просто маньяк серийный. Твою душу. Так он у меня того. Да ладно, ты не очкуй. В камере оружия нет. Я вообще думал, ты ничего не боишься. Ни ножа, ни члена. А ты, как только опасность, так выберешь еще помягче, да? За метлой следи. Ладно. В общем, молчит он, как глухонемой. Ну, не мне тебя учить, как его разговорить. Ясненько. И за что меня в этот раз, типа, пасают? Ну, а что далеко ходить? Давай форму, что ты на этой площадке детишкам свои глупости показывал. Ты что, начальник? Там мне за такое накол справедливости пасают. Ты дай мне какую-то статью авторитетную. Ну, типа, я особо опасен. А, во время приема пищи. Так за что меня закроют, начальник? Не знаю. Давай за бакланку против меня. Простите, вам плохо? Плохо. Мне плохо. Скажите мне, вот за что они моего сыночку собрали? Он очень, он очень хороший мальчик. Послушайте, послушайте, гражданочка, я вас очень прошу. У вас глаза такие хорошие-хорошие. Я даже видела, что этот ваш начальник в вас немножко влюблен. Пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста. Простите, я бы с радостью, но я еще не в штате. Я уверена, они разберутся. Да. Вы всегда говорите. Разберутся, а потом ничего не делают. Простите. Понимаю. Мишенька, ну а все-таки зайдешь к нам? Да ну, давай воздухом подышим. Я так везде в помещении. О, а вот и наша красавица. Ну, где тебя носит, когда такой мужчина тебя ждет? Пойдем переоденешься перед рестораном. Ну, зачем переодеваться? Это так красиво. А ты откуда? Да так, решила прогуляться перед сном. А ты что, не знаешь, что в городе маньяк орудует? Маньяк мы положим. Поймали уже. Чего ты пугаешь? Дочь? Ой, не представила вас. Это Михаил Константинович, мой однокурсник. Это моя дочка Вика. Здрасте. Слушай, приятно. Извините. Мам. Да. Черт. Опять в парке? Мне этого еще не хватало. Что случилось, Миша? В парке опять девушку убили. Мне то ладно, полбеды. Мне сообщили, что лично генерал едет, хочет меня видеть. Можно я с тобой? Ну, вообще, хорошая идея. Потом по ужине. А вы дома сидите, никуда не выходите. До свидания, Мишенька. Пока, Тома. Пойдем. Сколько раз говорила, не ходи одна по ночам. А ты, значит, ходи со мной, а что ты дома одной делать? Ну, смерть наступила примерно час назад. Касма, ты точно уверен? Уверена. Ну, все, значит, это не наш подозреваемый. Слушаю вас. Гуляем мы, значит, с Жужей. А Жужей-то? Ну, с ней. Она как вонет сюда. А потом как заскулит. Ну, а потом я покойницу увидел. Ну, и позвонил, куда следил. Что явился? Виноват, товарищ генерал. Еще и вырядился, как папуаз бразильский. Ты мне днем лично докладывал, что маньяк задержан. А у нас тут снова мокруха с тем же почерком. Так, может, его подельники убрали? Ты чего несешь? Версия. Версия. Короче. Всем слышно? Даю вам завтрашний день. Не поймайте маньяка, я тебя, подполковник, уволю к чертовой матери. И следователи этого тоже. Уже год не может дело раскрыть. А мне пресса и мэр всю плешь проели. До завтрашнего вечера. Выгоню по статье. Так, ты слышал? К утру не принявишь обвинения, я тебя изнасиловал лично в грязной форме. Да предъявить несложно. Я сейчас могу поехать и предъявить. А если убийство продолжится? Что тогда? Евгений Михайлович. Евгений Михайлович. Я отпускаю гражданина. Но если показания записал, отпускаю. Спасибо, вы свободны. Пойдем, Жужа. Капец какой-то. Так, у тебя там что? Что ты сидишь-то? Ищи давай. Я вас сейчас всех уволю. В отличие от вчерашнего случая, эту жертву изнасиловали. Убийца, кстати, местный. Счет ты пришел. Если бы я вчера днем прочесала бы тут все аллеи, ночью все равно бы запуталась. Залетный не смог бы уходить с места преступления, не попав ни под одну камеру. Позвольте перчаточку. Срезаны шипы. А в аналогичных эпизодах тоже так было? Да я как-то внимания не обращал. А какая разница? При других убийствах тоже розы были без шипов. А всегда цветы были настоящие, живые? Да, еще какие, свежат. Кстати, редкий сорт турецкой розы. У нас такие даже летом не растут. Мы проверяли все цветочные магазины, рынки. Бесполезно. А ритуальные услуги проверяли? Зачем? Живые цветы используют в дорогих венках. Для этого шипы срезают. Маяк, конечно, мог срезать шипы просто так, но вот эта роза пропитана парафином. Следовательно, из венка. Так, утром все ритуальные услуги проверить и учить еще следователь Федоришиной. Товарищ подполковник, разрешите мне ознакомиться с аналогичными эпизодами прямо сейчас? Разрешаю. Он за пять минут сделал то, что я тебе за год сделать не мог. Поехали. И ты тоже, раз дело в твоем сейфе. Так, ритуальные услуги на тебе. Вот эта женщина. А, это? Это да. Только на нее наш начальник запал, так что? У тебя никаких шансов. Ну и ладно тебе, еще посмотрим. Ну вот, тогда я и слетел из катушек. И решил их убивать. И много ты, баб, того? Да, много. Сколько именно, уже я не помню. И что, следака в отказе будешь? Нет. Нет, пусть все профуры узнают, что их ждет, когда они... Я ненавижу всех баб. Я думаю, что ты поехал. Яanesu. Миша, у тебя кофе есть? Я сам не пью, но сейчас организуем. Получите и распишитесь. Женька, кофе-карту обради или мать? Мало того, что мою компетенцию поставили под сомнение, так еще и слугу во мне увидели. Евгений. Как-то неудобно получилось. Да ладно, тебе на все внимание обращать. Подполковника Горлицкий слушает. Простите, а завтра утром никак? Есть. Вызывают? Да мэр генералу кровь свернул, а нам не теперь хотят зло выместить. Ваш заказ. Спасибо. Шоколадка. Чего-нибудь еще изволитесь? Спасибо, Евгений. Я, наверное, пойду, да? Не буду мешать человеку читать. Нескучного литературного вечера. Да. Глент, я постараюсь через полтора часа вернуться. Угу. Ну что? Тебя причитается. Давай, неси не резину. Короче, раскололся твой маньяк. Даже утром хочет явку с повинной писать. Ну, это я его надоумил. Молодца. Надо его прямо сейчас на допрос дернуть. Ты что, попутал? Это же косяк на мне будет. До утра не передумает? Нет, не должен. Уж больно у него какая-то злоба лютая на баб. Ладно. Держи свой честный заработанный манарар. Пиши расписку. А что писать? Я Митя Полторашка. Какая Митя Полторашка? Я Дмитрий Полторанин. А-а. Получил за оказанные услуги. Митя Полторанин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ляечка, ты прости меня, пожалуйста. Генерал сначала в приемной продержал два часа. А потом еще в кабинете два часа матом орал. Все ставил меня на место. Такое у нас с тобой свидание получилось. Слушай, меня, скорее всего, уволят из-за того, что мы не того взяли. Не волнуйся, я попрошу человечка из кадров, чтобы у тебя обязательно формула, перевод. Доброе утро. Пятиминутки не будет. Ну, мы пойдем. Я еще сказать хотел тебе? Вот, послушайте, эксперт. В общем, кровь на одежде задержанного действительно совпадает с группой крови, последней убитой, но так как кровь была замыта, мы не можем утверждать, что она принадлежит жертве. А это все равно улика, хотя и косвенная. Слушай, у тебя и правда, что ли, это психическая расстройство, не поддающая медикаментозному лечению? У тебя подозреваемый уже сутки в камере сидит, а нам нужен маньяк, который сегодня убил ночью. Тебе чего? Так задержанный явку с половиной накатал. Говорит, что это он, он убивал девушек. Вот это да. Так может, у нас действительно два маньяка, и они оба розы оставляют на своих жертвах? Так себе версия. Ну-ка, веди-ка его сюда. Выходит, зря вы дело читали. Тут и без вас разобрались. Заходим. Значит, ты вот это вот собственноручно накатал? Да, это я их убивал. Детали, правда, не помню, извините, пьяный был. Он врет. Я не вру. Заткнись, о матери подумай, балбес. Так, ну-ка, поясните, Елена Васильевна. В общем так, дело в том, что я по второму образованию психолог и ознакомившись с делом составила психологический портрет предполагаемого преступника. Для памяти записала. Так, и что? Ну, если позволите, я зачитаю. Слушайте, не перебивайте, а. Можно? Пожалуйста. Итак, наш маньяк импульсивный шизоид. По жизни, скорее всего, неудачник. Последователь в действиях и достаточно хладнокровен, чтобы не запаниковать и не выдать себя. К женщинам определенного возраста испытывает ненависть. Ну, возможно, он подвергался насмешкам, в том числе сексуального характера. Должен испытывать трудности при общении с женщинами. Ну, стеснение, например, боязнь быть осмеянным. На основании вышесказанного с большой долей вероятности можно утверждать, что маньяк некрасив. Имеет физический недостаток на лице. Скорее всего, выше среднего роста, раз многие его жертвы были немаленькие. А он их обхватывал сзади, запрокидывал голову и перерезал горло. По манере убивать можно сказать, что этот человек профи, но не военный. Их этому не учит. Скорее всего, с Востока или Кавказа, где точно так же режут баранов. Только это все общие фразы. Вы можете что-то конкретное сказать? Скажу. Пометуя историю с розами, на которых были срезаны шипы и остались следы парафина. И потому что маньяк не оставляет биологических следов на жертвах, можно предположить, что он работает в морге. Ну, поэтому и знаком с судебной медициной. А убивает в тот день, когда хоронит богатого покойника, у которого на могиле есть дорогой венок из живых цветов. А Юрий Мовчан, можно сказать, красавец и точно не испытывает проблем в общении с женщинами. Да ерунда это все. У нас есть и явка, и улики. Действительно. Я еще не все сказала. Так, все. Спор окончен. Елена Васильевна, вы свободны? Идите домой, мы тут все учтем ваше сказанное. Ну как, ну она же... И вы тоже свободны. А у меня ксивы нет, меня не выпустят. Майор, проводи, а этого отведи. Есть. Малеток не перебуд. Все, ну давай, на выход. Слушай, раз этот грузится, я правда не знаю, зачем он это делает, поступим так. Это настоящий маньяк, а тот, который убивает и скорее всего будет убивать. Просто его подражатель. Правильно. Сейчас главное перед генералом отмазаться, чтобы не уволил. Ну а там может само рассосется. Честно говоря, теперь, после ваших раскладов, я уверен, что мы не того приняли. Спасибо. А вы проверили его алиби? Пока нет. А давайте прямо сейчас проверим. Начнем с его мамы. А давайте. Я с вами хоть куда. Тем более здесь и рядом. Так точно, товарищ генерал. И доказуха есть, и признание этого маньяка. Вы обижаете, товарищ генерал, но никто не собирался вам втирать очко. Вы простите, очки. Заниматься очковтирательством, как вы это говорите. Да, все есть, держать вас в курсе, конечно. Ну, на ловце и зверь бежит. Здравствуйте. Здравствуйте. Да и вам здравствуйте. Я тут стояла, смотрела. Не идет ли Юрочка? Это не Юрочка, это вы. Вы, которые из полиции. Мы уверены, что ваш сын не виноват, но нужно ему помочь. И, может быть, вы знаете, откуда у него кровь на одежде? И в кармане у него нож был с пятнами крови. Знаю. Знаю. Это они с Виткой Красавчиком подрались. И тот ему как раз руку порезал. А Витька это кто? Витька Красавчик – это его лучший друг. Но дело в том, что он с его невестой немножко, ну, ну, изменит. Слушайте, я вам хочу сказать. Эта невеста, она мне никогда в жизни не нравилась. Скажите, а вы знаете, где они живут? Господи, ну, конечно, знаю. Значит, Витька Красавчик живет. Идете все время прямо, 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 прямо. Потом повернете направо, там будет булочная. Там такой большой дом, третий этаж, девятая квартира. А это шмындрочка, из-за которой они поцапались. Она живет на противоположной стороне. Невысокий дом, вторая квартира. Я знаю, где это. А Юрочку моего? Вы когда отпустите? Я надеюсь, что скоро, но сейчас мы должны проверить его алиби. Ну, идите, проверяйте. Я не понимаю, что вы тут на месте стоите. Идите бегом. Счастливо вам. Я вас потом очень отблагодарю. Спасибо. Значит, он подрезал друга, отсюда и кровь. А потом оговорил себя, потому что его девушку бросила. Вот такое вот громкое самоубийство. Елена Васильевна, я думаю, что друг его и невеста наверняка подтвердят алиби. Так что вы отдыхайте. Дальше я сам. Ну, хорошо. Спасибо. Только настоящего убийцу ищите по моему описанию через похоронное бюро, морги и кладбище. Хорошо. Удачи. До встречи. Так вот, во Франции эклеры едят вот так. О, неужели явилась? Привет. Привет. Здравствуйте. Мое почтение. Кстати, моя подруга, мадам Фурсенко. Очень приятно. И мне. Моя сестричка Леночка. Мама, тебе не кажется, что ты задержалась на ужине с мужчиной? Вика. Вика, ну сейчас неуместны эти шутки. На работе была, убийство расследовала. Конечно, конечно. Ну да, это правда. Мама фанатик своей работы. Ой, есть, хочу. Но сначала в душ. Я же тебя просила, Вика. Что? Слушай, а не плохая фактура в этой селянке? Тсс. Ну там, надо иметься чуть-чуть поработать и будет королева. Это бесполезно. Мама и Монда вообще несовместимы. Вика, что там говорила о Франции? Добрый день. Скажите, а вчера богатого покойника хоронили? Там был венок из свежих роз? Тут не справочное бюро. Ну, вообще-то это был риторический вопрос. Вот ты и попался на ничьи. Ух ты. Давай. Давай. А-а-а! 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 Ну, как там у вас с Мишенькой? Никак. Он просто друг, просто начальник. Ну, так начальника точно не помешает соблазнить, чтобы им пользоваться? Нет, не надо про это. Просто ее муженек, секретарша, испалился. О, Тома, я прошу тебя, сменим тему. А что Тома, а что Тома? Я открою. Представляешь, она, короче, заступила прямо в кабинете на диван. Товарищ майор, мне приказано срочно доставить вас в отделение. Но... Вас генерал ждет. Я сейчас. Меня генерал вызывает. Пойду переоденусь. Генерал? Угу. Слушай, так Тому генералу надо же как-то особо одеться. Точно. Пойдем. Девочки, ну, я не знаю. Не-не-не, тебя это старит. Снимай. Снимай, снимай, снимай. Снизу мне сочетаются. Ну, а если вообще вот так? Ну, так лучше. Да, отлично, отлично. Девочки, давайте определяться быстрее. Там генерал ждет. Он мужчина, и женщина дождется. Хочу вам напомнить, что у нас нет мужчин и женщин. У нас есть начальники и подчиненные. Угу. Это если подчиненные, не модные дурнушки. А эффектную женщину любой начальник заметит. Да, да. Да, мать? Ну, да, конечно, если он не гей. Так, все. Я побежала. Во Франции много геев. Слушайте, ну, мне писать. Да, ну, действительно, товарищ подполковник, сколько можно заседать? Так, а ну-ка, тихо, разгалделись. Или вы забыли, что ли, кто здесь доминирующий самец? Да я вообще молчал. Вот, все. Сели, ждем. Товарищ подполковник, у меня... Так, Мария, ты не начинай. Стул возьми, присядь. Проходи, не стесняйся. Орел спровоцировал маньяка и лично схомутал. Моя школа, товарищ Китая. Проходите, присаживайся на место. А это следовательша где? Майора Федоришина сейчас доставят. Садитесь. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ генерал. Семенович, свободен. Понял. Называли? Называл. Значит так. За личное мужество майору Дергачу объявляю поощрение в виде премии в размере месячного оклада. Рад стараться. А за то, что вычислил настоящего маньяка, моя личная благодарность майору Федоришиной. С завтрашнего дня она в штате этого отдела на должности старшего следователя. А я? Вместо переведенного в управление следователя Матюшина. Товарищ генерал, спасибо за доверие, но я, наверное, не справлюсь. Да ты не справиться, а мы просто с ком ищем. Надеюсь, надеюсь. Ладно. Работайте. Поздравляю. Спасибо. Товарищ подполковник, вы уже обещали, что кто-то из нас вот, да, займет место старшего следователя. Действительно. И как-то мне так и расследовать эти мертвые дела? Все претензии к товарищу генералу. Слабо? Свободны. Поздравляю. Там надо бы этого клоуна из камеры выгнать. Действительно. Я этим займусь. Еще раз поздравляю. Спасибо. Молодец. Миша, у меня же опыта мало. Я не справлюсь. Ты что, будешь спорить с товарищем генералом, что ли? И потом, оклад старшего следователя тебе не помешает, правильно? Это да. Давай сделаем так. Ты сейчас на три денечка смотаешься домой, все дела решишь и возвращаешься. Хорошо. Да, и не забудь о тебе еще ужин в ресторане. Миша, а как тебе мой наряд? Смело. Хорошо, значит, да? Давай, жду. Ага, поняла. Мам. Юрочка. Юрочка, сынок, мой дорогой. Боже мой, где твоя одежда? Вещи на экспертизе, их пока не забрать. Это неважно. Это неважно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Вы вот Елену Васильевну благодарите. Ой, моя рыбонька. Моя рыбонька, моя золотая. Спасибо. Спасибо тебе. Да вы что? Ну, вот, вот. Вот, вот. Что уберите? Таня, меня же могут посадить за взятку. Я не подумала, извините, пожалуйста. Мам, может мы хоть такси вызовем? Нет, и же мне так холодно. Кстати, насчет халата. Имущество каземное надо вернуть прямо сейчас. Даже голый. Шучу я. Да смешно. Давай, давай, Босяк, иди, что ты стоишь. Только такси. Иди, давай, такси будет тебе, такси и лимузин тебе будет. Иди, спасибо вам большое, да вам Бог. Здоровье. И все-таки замечательная у нас профессия. Ну, это как сказали. Временами. Мне Вика сказала, что ты здесь. И у тебя хватило наглости явиться. Слушай, ну не будь ты дурой. Э, э, мужик, полегче. Не лезь не в свое дело, я ее муж. Бушель. Руку пустил? Пустил руку, я сказал. Не надо женщине хамить. Пустил. Я смотрю, время зря не терял. А защитничка себе на что? Какой же ты подонок, Федоришин. Пойдемте, Елена Васильевна, я вас провожу. Вот так, значит, да? А ты мент? Ну ничего, я такие связи в управе подключу. Вас обоих вышвырнут. Поехали. Ну как, дядя? Добрый день. Проходи. Папа тебе поможет. И, эх, ты мой. Держись крепко, так? Там нет, да? Спасибо. И улыбаемся. Улыбаемся. Та-да. Маша. Не страшно? Нет. Так, где там наш папа? Алло. Да, я помню. Хорошо, давайте завтра я вам перезвоню. Часиков 12. Хорошо. Мужчина, вы куда? Туда нельзя. Маша. Света. 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 Заходи. Ой, а вещи это, как у нищей из Петрищева. Ну, это весь мой гардероб. Вот это все твои вещи? Ну да. О, господи. Ну, как прошло расставание с изменником? Ну, бурно. Не может смириться, что я его бросаю. Ну, конечно. О, ты мне почему не сказала, что вы с папой разводитесь? А добрый вечер где? Тетя Том, не меняй тему. Не меняй тему. Чевикус, я просто не хотела тебя расстраивать. Только сегодня все окончательно решилось. Я боялась, что ты не поймешь. Да нет, я прекрасно все понимаю. Точнее, нет, я наоборот не понимаю. Столько лет вместе и все просто так бросить? А там все не просто так. Тома, прошу, не надо. Меня папа предупреждал, что вы его, вообщем, виноватым выставите. Ммм, какой потаскун. Тебя виноватой сделал. Пусть так. Я не хочу, чтобы Вика знала подробности. Света! Свет! Добрый день, Алифтина Егоровна. Скажите, а Светлана не заходила к вам с Машей? Нет. Нет, ничего не случилось. Просто разминулись в парке. Телефоны у них выключены. Да, я подруге уже позвонил. Ничего страшного, я наберу вас, когда что-то узнаю. Да, до свидания. Понимаете, никогда раньше такого не было. Я звоню, а они недоступны. И никто из родственников не знает, где они могут быть. Да вы так не переживайте. Вот у нас, типа, детский инспектор, он поможет найти вам дочь. А жену? И жену. У него на женщину вообще особый нюх. У меня? Так, давай, не умничаю. У человека дочка с женой пропала. Идите протешите парк. Давно? Да какая разница. Пропал несовершеннолетний ребенок. Мы уже обязаны реагировать. Спасибо. Детали ему по дороге расскажите. Спасибо, да. Разрешите идти? В атаку? Я... Слушайте, это случилось в 16.40. Мы были в парке, там аттракционно, и... Они поехали в эту... Да не, вряд ли они еще здесь. Мне тоже так кажется. Ну, раз начальник сказал. Короче, давайте я там поищу. А вы здесь посмотрите. Слушайте, ну это какая-то ерунда. Нам нужно собак вырвать, там вы кинологов. Надо делать что-то. Маша! Маш! Простите, обознался ли, извините. Вы... Вы успокойтесь. Вы... Вот что. Вы идите домой, а я здесь останусь. Поищу. Нет, лучше я с вами. Так может, ваша семья уже дома вернулась. Слушайте, я был дома, их там нет. Так у них же... У них же телефон отключен. Может, вот как раз сейчас они вернулись. У вас телефон работает. Если я найду, я вам позвоню. Ну что, правы. Хорошо, будем на связи. Да, товарищ подполковник. Все нормально, все хорошо. Я его успокоил. Нет, он не в отделении, он домой пошел. Так я ему так и сказал, сами найдутся. Есть. Продолжение следует... 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 Найдите мне его. Есть. Есть, товарищ Милл. Лен, я очень за тебя испугался. Да я сама, Миша, испугалась. Это мы еще хорошо отделались. Ну да. Тебя, кстати, как мой наряд? Ничего? Ну, как бы так смело. Угу. Ну что, опять не выспалась? Ну, зато я ознакомилась с делом охищения. Что-то поняла. Немного подумала. Ну и что надумала? Ой, много чего надумала. Разрешите? Ну, что там у вас плохого? Что плохого? Все нормально. Я съездил в больницу. Взял рапорту по Песку. У него все тоже хорошо. Ранение сквозное. Угу. Ранение такое. Во всю по Песку мне. Звонил я в больницу, знаю я про это ранение. Он же генерал два раза с утра звонил. А где этот ваш Сильвестр? Так у себя, наверное. Ну, позови. Сейчас. Угу. Так я думал, как обычно, на совещании следователей. Да что ты думал он? Это общее совещание, раз ты ночью накосячил. Садись. Ну, и пришли результаты вскрытия свидетеля Косинского. Также я провела экспертизу пистолета вместе с баллистами. Пистолета, который уронил мотоциклист. Ну, и также я сравнила отпечатки пальцев на шлеме и на пистолете. Ты к сути можешь? Чего ты размазываешь-то? Во-первых, это тот пистолет, которым был убит Косинский. И отпечатки пальцев принадлежат бухгалтеру Левченко. А откуда брали отпечатки пальцев для сравнения? Он делал загранпаспорт, его доктилоскопировали. И, во-вторых, отпечатки пальцев на шлеме его. Вот, разрешите. Вот теперь все стало на свои места. Значит, получается, я смотрел видео убийства, мотоциклист был в шлеме, неважно. Я же допрашивал бухгалтера. И там на видео, ну, фигуры у них одинаковые, а? Так, значит, что выходит? Он сначала убил свидетеля, потом помчал к себе за золотом и деньги, правильно? Ну. Потом его хотели взять оперы, ну и облажались, как обычно. Вот. Нет, подождите, что-то здесь нелогично. То есть бухгалтер крадет в своей фирме один миллион долларов и возвращается домой, чтобы взять 10 тысяч? Ну так жадно же, ни одного фраера загубило, ну вот так. Ну и непонятно, если он уже проворовался, зачем ему убивать свидетеля воровства? Ну да, и почему он раньше это не сделал, если знал, что это будет давать против него показания? Ну, он думал, что он не расскажет. Не знал, что я его раскалю. Так может, из мести. Я говорю, ну вообще узнал так быстро, что убили свидетеля, я не понимаю. Ну, может, свидетель позвонил, шел ко мне просто, решил уже, все, иду без греха. Буду свидетелем, а не осужденным. Позвонил ему, сказал, все, осознаюсь. Так, все, закончили мозговой штурм, у меня уже голова дыбом. Убийца, бухгалтер. Все. И я сейчас об этом доложу генералу. Ну и все. Все, давайте его искать. Он там, за границей где-то уже. Где его жена? Там уже две недели прохлаждается. Все, давайте. Не-не-не, все, в атаку. Вот. Погнали. Я чувствую, я чувствую, я на верном пути. Что вас смущает, Елена Васильевна? Ну вот как, отработали одну версию и все, что ли? Эта версия подкреплена уликами, которые примет любой суд. Убийца при вас уронил пистолет. Но у него свежие отпечатки бухгалтера и больше никаких. Плюс у него боноцикл когда-то был. Все верно, но вот что-то тут не так, а. Да. К вам тут муж с дочкой? Этого еще не хватало. Проходите. Здрасте. Я позже заведу. Мам, это правда? Что? Я получил ночную сводку по области, а там значится, что в следователя Федоришину стреляли. А если б тебя убили? Все, мам, я так больше не могу. Папа прав, тебе нужно возвращаться обратно. Там хотя бы не стреляют и не заставляют работать сутками. Очень подло использовать дочь и сводки в своих целях. Так он прав, он о тебе заботится. Так, все, давайте об этом не здесь поговорим, я устала. Опять же, потому что тебя просто эксплуатируют. Не начинай. О. Здрасте, Елена Васильевна. Привет, Михалыч. Поехали. Слушайте, там я сейчас дежурный доложил, что приезжал какой-то полковник и увез Федоришину. Не видели, кто это? Так это ей муж был? А, бывший? Вот именно. Может, и так только мне водитель полковника сказал, что тот приехал и жену домой увез. Не полиция, а какой-то проходной двор устроили. Расслабьтесь, это свои. Ты зачем меня сюда дернул? А если увидит кто? Начальник Титон, смени. И не именижуйся. Там до и после твоего проезда мои ребята дорогу перекрыли. А, ты лучше посмотри, красота какая. Что тебе нужно? Видишь ли, монт-женераль, я не удовлетворен той туфтой, что ты мне передал. Обоснуй за туфту. Мы, конечно, тоже ищем сбежавшего бухгалтера, как и вы. Но, может быть, никогда и не найдем. И, может быть, его хитро подставили. А мне нужно деньги найти. Потому что они сообщака. И с них не ты только один кормишься. Хорошо, есть у меня одна способная следачка. Только ей нужна дополнительная информация. Это опасно. А ты предоставь эту информацию. Предоставь. А потом, мои парни, сделаю так, что эта следачка без вести пропадет. Ну, чтобы кипоша была меньше. Послушай, избавь меня от этих подробностей. Мам, тебе что, реально по кайфу на работе пропадать со двумя днями? Еще и стреляет в себя, или это тебе тоже нравится? Мне нравится, что я здесь реально могу принести пользу людям. И это одна из причин, по которой я не хочу возвращаться. А вторая причина, значит, я. Ну, чего вы начало конасили? Ну, дайте ей поесть. Здорово, родня! Дядь Тарас! Здрасте! О, какая ты, а! Держи! Зайка моя! Котик, почему же ты не позвонил, не предупрежу? Хотел сделать сюрприз. Зайка моя, я соскучился и очень хочу. Здесь, между прочим, ребенок. Между прочим, я уже давно не ребенок. Угомонись, маньяк, мы здесь не один. Все свои! Да? Через полчаса буду. Угу. Дай угадаю, тебя опять вызывают на работу. Ну, вот видишь, я провожу. Не надо, не надо. Попа будет с дочерью, коль приехал. Меня Михалыч отвезет. Я гулять. Ирина Васильевна, подождать? Не надо, Михалыч, это может затянуться до завтра. Ты мне тут Клару Целкин из себя не строй! Не в мыслях не был, товарищ генерал? Мысли. Явилась по вашему приказанию. Значит так. Может быть, для прессы и для мэра нашего прибабахнутого и хватит, что убийца свидетеля и подстреливший вашего опера – проворовавшийся бухгалтер. И к тому же он в бегах, типа. Но вы мне должны его быстро найти или хотя бы деньги. Лично я считаю, бухгалтера подставили. Опять ты за свою жизнь. Не лезь. А ты объяснись. Для этого нужно позвать эксперта, оперативника и принести уголовное дело. Пригласите, пожалуйста, эксперта, оперативника и уголовное дело. Ты, ты. Есть. Разрешите присесть? Присаживайтесь. Спасибо. Здравия желаю, товарищ генерал. Здравия желаю, товарищ генерал. Садитесь. Следователь Пархачков, который вел это дело, сейчас отсутствует. Садись. Я уже говорила коллегам про нелогичное поведение бухгалтера. Ну, преступники тоже тупят. Маш, тебе ничего любопытного не показалось по отпечаткам пальцев? Показалось. Пальчики причем четкие, только на рукоятке. Вообще такое впечатление, что он не стрелял из пистолета, а один раз его сжал. И там были единственные четкие отпечатки. А так бывает, если оружие вложили в руку. Ну, что он перед мокровкой просто тер его и протер. Он вполне мог намазать пальцы, например, клеем. Но чтобы не оставить свои отпечатки поверх отпечатков бухгалтера. Ну, вот уже кое-что. Ну, и что? Ночью я запросила справки по бухгалтеру Левченко и выяснила, то, что он носил линзы, у него была травма спины и коленей после падения с мотоцикла два сезона назад. А это-то к чему? Ну, дело в том, что вот я, например, не имея никаких травм, вряд ли смогу спрыгнуть с окна второго этажа, метко отстреляться по колесам автомобиля и умчаться на мотоцикле. Выходит, убийца специально ждал полицию и специально выронил там пистолет. А настоящий бухгалтер? Ему просто вложили оружие в руку и убили. Не, ну, а жена вот эта, которая за рубеж убежала, спряталась? Она там просто отдыхает. Так, ну, знаете, есть одно но, товарищ генерал. Вот бухгалтер Левченко, да, который обналичил похищенные средства в банке, он же предоставил от фирмы обнальный документ. Вот с банка и надо начать, но нужна санкция. Вам ее подвезут прямо к банку. В общем, выясняйте там все. Держите меня в курсе. Если что, обращайтесь, поможем. Лен, ну, если ты в этот раз оплашаешь, я не знаю. Вот тогда, Миша, и будем причитать. Да, а почему у меня? Ну, потому что твой кабинет, скорее всего, не прослушивается. В общем так, оба берите больничный и не лезьте в это дело. С какой стати? Генералу плевать на преступника. Его интересуют только деньги. При всем желании он их получить не сможет. Ему придется вернуть деньги в банк. Ну, вы представляете, какие люди стоят за генералом и станут так суетиться? Тем более, я никакой больничный брать не буду. Я точно в деле, я вас не брошу. Ну, и я. Тем более, за мной только экспертиза. И я надеюсь, убивать меня не будут. Будем надеяться. Ну что, поехали, товарищ майор? Поехали. Это кто там чапает, как большой? Кто его, интересно, пропустил? Да, это местный, наверное, какой-то знает, тут тайные тропы. Слышь, дедуля, а ну, вали отсюда, пока живой. Тихо будь, баклан. А, ну, отошли. Быстро. Ты? Ты как меня нашел? Так мне твои шестерки в офисе, а затем здесь по дороге подсказали. Или ты забыл? То спрашивать я умею. А, кстати, а что ты от нас скрыл, что деньги из офиса пропали? А? Я не хотел беспокоить уважаемых людей. Да и там мелочь сущая. Лимон с гаком баксов. А ты не запамятовал, что это общаковые деньги? И ты за них отвечаешь перед ворами. А дам? Да. Ну да, или свои положу. А вот свои тут не катит. Потому как надо вернуть именно те общаковые деньги. Понимаешь? И дело даже тут не в сумме. А в чем? Я же тебе говорю, в понятиях. Пусть там даже был огрызок карандаша. Но если он пропал из нашего общака, нужно вернуть именно тот карандашик. Ну и, соответственно, наказать крысу. Я понял, я. Понял. Я понял, понял. Надеюсь. И найду эти самые деньги и крысу накажу. Хорошо. Там уже самая опытная следачка подключена. А потом мы ее уберем. Это правильно. Потому как если следачка опытная, она может и до нас докопаться. Так что прикопай ее. Ну, после. Ну, конечно, конечно. Ну, ладно. Пойду я к лесу прогуляюсь. А ты давай суетись. Иначе через три дня не я тебя буду навещать. Да, кстати. Твой сын у нас гостит. На всякий случай. Пока с ним обращаются хорошо. Мирамс, не надо так. Жало завали. Твою. Поехали. Я не понимаю, что наш банк нарушил. Бухгалтер же предоставила основания для обналички. Деньги фирмы имеют законное происхождение. Что не так? А у вас всегда есть такая сумма в наличии? Не всегда. Ее заказали за три дня. Но этого не было в деле. Значит, нам нужно посмотреть видео с камер наблюдения, как бухгалтер Левченко обналичивал деньги. А также запись, как он вошел и вышел. Ну, раз у вас санкция, я должен только способствовать. Прошу. Так, нас интересует 10 число, 13.42, обналичие на деньги. Надо посмотреть, как обналичик подъехал, как уехал и сам зал. Пожалуйста. Судя по ориентировке, это наш бухгалтер. Стоп. Это же наш киллер. Киллер. А нашему банку ничего не угрожает? Ничего не угрожает. Нам нужны копии вот этой записи. Судя по всему, уже тогда за бухгалтером был хвост. И сделал это тот, кто знал о визите в банк. А вдруг это его охранник? Так не охраняют. Это похоже на то, что его пасут. Значит, еще раз, еще хотя бы раз такое повторится у воли по статье. Ясно? Ясно, Сергей Павлович. Такое больше не повторится. Я же сказала, сюда нельзя. Зачем ты здесь? Маргарита, иди. И впредь этому господину всегда можно. И ты пошел вон. Мы же договаривались о конспирации. Может, не стоило тебе лично приходить? Мне нужно вернуть деньги, которые я вложил в твою контору. Ну, да, деньги – это, конечно, неприятный нюанс, но это же мелочь. Я все восполню. Верну уже в следующем месяце. Ты не понял, Сявка? Это общаковые деньги. И нужно вернуть именно их. И найти укравшего. Так воры постановили. И так по понятиям. И я тебе обещаю, что завалю тебя лично, если ты не придумаешь, кого подставить и показать ворам, как крысу. Ах, ты ж псина, ты псина. Решил нас тасануть, да? Рамс, прости. Прости, Рамс, я... Я просто... Я что-то попутал. Просто дело касается сына. Понимаешь, я... Да. Я прошу тебя, дай мне еще шанс. Не убивай мальчика. Сергей Павлович, с ресепшена звонили. К вам следователь идет. Опа. А это интересно, что он скажет. Убери своих псов в приемную. Быстро. И ты иди. И не проговорись, что я не один тут. Ждите в машине. Быстро. Добрый день. Здравствуйте. Следователь Федоришина. Теперь я буду вести дело о хищении в вашей фирме. Здравствуйте. Присаживайтесь. Слушаю вас. Скажите, как так получилось, что на документах, которые ваш бухгалтер Левченко предоставил в банк для обналички, ваша печать? Ну, печать можно заказать в любой конторе. Ну, там еще и ваша подпись. Возможно, подделка. Ну, или действительно, я подписал по запаре, что это не читает. Угу. Вы поймите, дело в том, что пропавший миллион – это для вас крупная сумма, или оброта в моей фирме сущей пустяк. Тем не менее, вы заявили в полицию? Да. Ну, потому что я был больше обеспокоен пропажей бухгалтера Левченко. Ну, а когда выяснилось, что еще и деньги пропали, заявил. А почему ваш сотрудник Косинский свидетельствовал против бухгалтера Левченко? Я до сих пор не могу поверить, что Косинского убили. Потому что его ведь теперь не спросишь. А я не знаю ответа на ваш вопрос. Дело в том, что он работал в бухгалтерии, но общих дел с Левченко не имел. Может быть, он слышал, как тот замышлял, что-то нечистое. Хорошо. Спасибо. Так вы найдете бухгалтера деньги? Мы постараемся. Всего хорошего. До свидания. Рамцы, прошу тебя, не трогай, пожалуйста, сыто. Ну, следачка же сказала, что надеет деньги и крысу. Да они скулиты, как терпила. Че-то она темнеет. Уж больно быстро ушла. А че приходила-то, а? Так ей дело поручили, она и делает вид. А сама не расследует ничего, может. Слышь, барыга, прикуси метлу. Это был риторический вопрос. Что скажете, Илья Насим? Я еще раз убедилась, что бухгалтер не убивал. И в нас стрелял не он. Никакие мысли. Есть одна мысль. Так как со мной и сыном? Короче, индульгенция будет такой. Твои люди выкрадут следачку, а ты ее грохнешь. Я не смогу. Ну, тогда умрет твой сын, а затем жена. Не надо. Я грохну. Очень мудрое решение. Вы сами справитесь. Обижаете, Елена Васильевна. Хорошо. До скорого. Угу. Ну? Мы точно выяснили, что бухгалтера подставили. Кто это сделал, пока неизвестно. Но скоро все будет ясно. Когда скоро и что ясно? Сегодня. Если не будете мешать и постоянно дергать на доклады. Да как разговариваешь. Не лезь. А? Не лезь. А ты машетиль. Если не будет результата, я ее за такие загадки лично уволю. Согласен. Хорошо, что ты звякнула. Я как раз чаек заварила. Ага, прекрасно. Маш. Угу. Ну что, достала? Что? А, сейчас. Подожди. Так. Распечатки звонков. Прекрасно. Скоро все прояснится. Угу, прояснится. Лен, только ты мне с этим прояснится один анекдот напоминаешь. Когда эксперт делает доклад и говорит, что группа крови не совпадает, а его спрашивают, с чем не совпадает? Он говорит, да ни с чем не совпадает. А ты это к чему сейчас? Так, ладно, проехали. Это только экспертам понятно. Ну вот, присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему меня сюда привезли? Ну вот, взгляните. Ну, это мой номер, и что? В своем кабинете вы уверяли, что пропажа бухгалтера Левченко для вас гораздо важнее, чем пропажа денег. Но почему за все это время вы ему ни разу не позвонили? Это просто я поручил это секретарше. У нас также имеются распечатки с личного и служебного телефона бухгалтера Левченко и его жены, но им тоже никто не звонил. И вы знали, что жена бухгалтера Левченко находится за границей. Это вы убили бухгалтера. После того, как он с вашей подписью и печатью обналичил деньги в банке. Вы говорите полный бред. Я же уже все объяснил. Печать можно подделать, а подписать я мог не глядя. Я все равно предъявлю вам обвинение. Выпущу под подписку о невыезде. Ну, так как ранее вы не привлекались. Я думаю, генерал меня поддержит, да? Обязательно поддержит. Пожалуйста, не надо меня обвинять. Вы не понимаете, что мне за это будет. Тогда кались. Расскажи, где этот киллер-мотоциклист? Не сможешь рассчитывать на защиту? Это он все сделал. Он все придумал. Кто он? Пашка Замятин, друг детства. Это он придумал подставить бухгалтера и украсть общаковые деньги. А я тогда не знал, что они общаковые. Я вообще директором фирмы только по бумагам числюсь. Я сам ничего не понимаю, ни черта вообще. Получаю копейки. А где он? На даче у Горилова. В общем, так если вы хотите, чтобы мы вам помогли, рассказывайте. Все как есть. Это все Замятин сделал. После того, как я поручил бухгалтеру обналичить деньги, он похитил его и подставил с помощью отпечатков. Просто я проигрался. Мне наличные были нужны. Еще я поручил свидетелю Косинскому дать показания против бухгалтера. Замятин тоже его убил. Ну вот теперь все. Встал на свои места. Вот это да. Да. Ну что, пойдем? Да, пойдемте с нами. Куда? Пойдем, пойдем. Так, а... Генерал сообщил убийцы бухгалтера Собчаковыми деньгами на седьмой даче у Горилова. Но у нас мало времени. Только полчаса. Через полчаса там будет группа захвата. Восьмую дачу в Горилово бегом. Деньги изъять. Жильца допросите. Убедиться, что наверняка это он. Парень, погнали. Ты посиди спокойно, покушай. Так это... Сына моим что? Мы с тобой обсуждали. Ну? Заколешь следачку, повержешься кровью. Будете жить. И отвезешь ее на озеро, на то место, где мы были сегодня. Хорошо. Сделаю. Елена Васильевна, извините. Разрешите, я вас провожу? Не надо, вас жена ждет. Ну, вообще-то, она давно от меня ушла. Все равно не надо. Ко мне бывший муж приехал. Если он вас увидит, снова будет скандал. Да и я хочу одна пройтись. Зачем? Мне не допросить. Иначе он нас всех бы завалил здесь. Ладно, че уж там. Придурок! Обыскай дом! Опа! Все нормально! Погнали! Общак с нами! Девушка, здравствуйте! Вы не подскажете, я заблудился здесь? Еще поворот как заехать? Да я, можно сказать, не местный, извините. Да я, можно сказать, не местный, извините. Ну и ладушки. Короче, вернули общак. Правда? Крысу завалили, не допросил. Вот непути. Да как мне того это? Следачку? Я же, я не умею. Да ладно. Ну ладно, тогда слушай инструкцию. Мои люди привезут тебе резиновую лодку. Ты легавой замочишь здесь на берегу. Забросишь ее в мешок с камнями. Ну а затем на лодочке вывезешь. На середину озера. Это выкинешь. Не, ну правда, если захочешь ее живой в мешок запихать, пожалуйста. Не, 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 лучше мертвый брыкаться в лодке будет. Согласен. Привез? Привез. Давай ее сюда. Пошли. Ну что, давай, делай. Дай, Маш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидеть! Дай сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 все было под контролем. Да иди тебя в жопу со своим контролем! Ладно, спешим хамство на стресс, но вообще не забывайте, с кем разговариваете. Я завтра уволюсь и в Филиппова уеду. Здравствуйте. Знакомьтесь, пожалуйста, Павел. Антон Семенович. Очень приятно. А это моя супруга Мария Алексеевна. Можно просто Мария. Я в приятном шоке. Так как в этом доме живут две самые красивые женщины, которых я когда-либо встречал. Спасибо. Скажите, а чем вы занимаетесь, Павел? Ну, утруждайте себя с ответом, молодой человек. Я о вас все знаю. Это она из вежливости. И все ей рассказала. Папа. Ну что, папа? Я должен знать, с кем встречается моя дочь. Так? Кстати, Павел. Замерли все! Что? Да вы что? Вы не знаете, кто я такой? Стой! АААААА! ААААААА Сюда! Не стреляй! Тихо, 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 тихо. Вышли, баскуды? Давай, уходим. А знаешь, отчего следователи-стажеры воротят больше всего? Ну, если труп неделю около теплой батареи пролежал. Это если труп свежий, надо определить точное время смерти, и для этого вставляют градусник ректально. Так из нашего здесь посиделки устраиваете. Че это у вас там? Можно? Ну, конечно, но вы же начальник, проходите. А, то есть, если меня снимут, ты мне корки хлеба не дашь? Ну, а на какой черт вы мне тогда нужны будете? Понятно. Значит, там на доме чиновника Переверзева напали. Есть труп. Так что, в атаку. Здравствуйте. Да, долго же вы ехали. И документы покажите. Старший следователь Федоришина. Оперополномоченный майор Дергач. Рассказывайте, что здесь произошло. Я вот ему уже все рассказал. И поверьте, я не в том состоянии, чтобы еще раз повторять весь этот ужас. А вы? Повторите. Капитан Антонов, участковый здешний. В общем, на дом напали двое с пистолетом и маской. Приказали всем не двигаться, но тут вышел водитель хозяина дома с пистолетом. И его убили. А нападавшие сбежали. Маш, займись. Они убежали, потому что сбежала моя дочь. Ее буквально утащил ее приятель. Им явно нужна была моя девочка. Да не стойте вы там! Ищите ее! О, вот она и нашлась. Кто? У вашей дочери, я так понимаю. Спасибо за комплимент. Это моя жена. Извините. Но смерть наступила меньше часа назад. Какой ужас. Слушай, не истерии. Ну что вы стоите? Ищите, ищите ее! Как только вы мне дадите фотографии и данные по вашей дочери и ее парню, я объявлю ее в розыск. Хорошо. Хорошо, сейчас. Сейчас. Товарищ майор, пройдите по территории, опросите соседей, может кто-то что-то слышал. Люди здесь живут не бедные, я думаю, у многих есть камера видеонаблюдения. Хорошо. Перестрелка здесь была, в прихожей. Падающие гильзы, падающие там. Кстати, о видеокамерах. У вас в доме они есть? Спросите лучше у мужа. Снаружи есть. И в доме тоже. Но только я сегодня говорил с хозяином, почему-то сегодня они были отключены. А кто выключил камеры перед нами? Их сегодня меняли, с утра они закончили, сволочь. Вот фотография Алены и данные ее приятеля. Где вас черки носят? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Рамс, мы все исправим и привезем его. Да хрен вы что исправите! Хрен вы его найдете! Значит так, я поинтересуюсь у одного человека из полиции. Их явно должны легавые тоже искать. Исек. А мы? А вы возвращайтесь, раз такой кипиш поднялся. И за домом чиновника смотрите. Может, клиент туда вернется, раз у себя не появляется. Мне бы доктору показаться. Рану обработать. А давай я тебе ее прижгу, а? А затем 21 еще подпалю. Какое 21? Очко, баран! Слейтесь отсюда и делайте, что вилят. Удобная штучка. Я-то рассчитывал этого терпилу поджарить. Рамс, все исправим, отвечаю. Ага, отвечаешь. Проотвечаешь-то. Ты говорила, что я не живу в общаге, потому что здесь ты будешь за мной присматривать. А сама целыми днями на работе пропадаешь. За тобой отец присматривает, пока он в отпуске. Он не присматривает. Он следит и подслушивает, как я с Юрой встречаюсь. Я, между прочим, беспокоюсь. Вот и получается, что здесь хуже, чем в общаге. Ну скажешь тоже. Ну чего, бубните с утра, а? Ну так... Мне сегодня врез. Тарас, извините. Ты к чему клонишь, я не понимаю? К тому, что снимите мне квартиру. Я буду жить одна. Или перееду в общагу. Ага, сейчас. Я открою. Здрасте. Здрасте. Елена Васильевна, меня за вами начальник послал. Срочно надо, потому как с утра звонил к... К... Генерал. Да. Ага. Все, я до вечера. Мам, мы не договорили. До вечера. Угу. Ну вот, все как всегда. До свидания. Чего ты кипишешь? Мать все время на работе. Отец твой отпуск закончится, свалит. Тебе что, тонка мешает, что ли? Действительно. Нет, Вика, в общагу переехать это вообще не вариант. Ты меня не понимаешь. И вы меня не понимаете. Меня вообще здесь никто не понимает. Даже родная мать. Котик, пойдем собираться. Что, опять? Не опять, а снова. И потому все остальные дела по боку. Занимаемся поисками дочери Антона Семеновича. Так точно, Вика. Разрешите? Доброго утра. Ну, где вас носит? То есть? Это что, вы так следуете лечить мою дочь? А сама не здесь, а дома была? Прошу заметить, что домой я вернулась только под утро. И всего на три часа до этого активно искала вашу дочь. Ну, хватит пререкаться. Докладывайте, что накопали. Ну, это только версия, они требуют проверки. Я, конечно, понимаю, что господин Переверзев ваш друг, но считаю не тактичным озвучивать при нем. А я хочу напомнить, что речь идет о моей дочери. И я готов выслушать все. И чем таким вы боитесь меня шокировать? Ну, хорошо. Раз так, я скажу. Я смею предполагать, что покушение было не на вашу дочь и ее парня. Они просто сбежали и прячутся. Ну, конечно, может быть, их догнали, убили и закопали. А покушение было организовано на вас. И сделала это ваша жена с целью получить наследство. Что? Что? Ну, это только версия, она требует проверки. Нет. Слушайте, я... Андрей, я прошу. Нет, 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 я требую, пожалуйста, убери вот эту вот хамку, которая утверждает, что мою дочь убили, а моя жена наняла киллера, и перепоручи мое дело более адекватному следователю. Простите, но это только версии. Мы же должны предполагать, пусть даже самое плохое. Так, помолчи. Дальнейшим этим делом будет заниматься следователь Пороховщиков. Остальные будут активно ему помогать. В составе объединенной группы... Ну, я практически уже вышла на... А следователь Федоришина свободна. Есть. Нет, это просто неслыханное хамство. Успокойся, Антон, я сегодня же ее накажу. Я вас заверяю, я не уйду с работы, пока не найду вашу дочь. Спасибо. И учтите, тому, кто найдет мою Алену, я выплачу вознаграждение в 50 тысяч долларов. Я предложу максимум усилий, и вот сделаю все. И я? Так, все. По коням. Работайте. Антон, пойдем. Полтинник, отдадите мне. Отвезешь, Антон Семенович куда скажет, и возвращайся. Антон. Спасибо, Антон. Давай, укрепись. Все будет нормально. Я следа камцева им скажу, чтоб шевелились быстрее. Добрый день. Здравия желаю. Вольно. А что тебе пацан весь в соплях засохший? Это не сопли. Это клей. Я дышал с пакетом на голове. Он засох. Клеем дышал. У тебя плохой вкус, Моншер. Дышать надо растворителем. Быстрее сдохнешь. Понял. Давайте договоримся, что сразу посылать меня не будете. А давайте я сама уволюсь. Напишу рапорт прямо сейчас. Угодим вашему другу высокопоставленному. Давайте. Елена Васильевна, успокойтесь, присядьте. Никто вас увольнять не собирается. Более того, вы должны дальше заниматься этим делом. Дождак? Ну, неофициально. Ну, неофициально. Потому что вы здесь лучшая. С моей стороны будет любая помощь. Но тоже неофициально. Опять ваша игра. Вы угадали. Всего я сказать не могу. Но есть оперативная информация, что к этому делу причастен вор в законе РАМС. И то он вас похищал. А я его тогда упустил. И мне кажется, что если вы распутаете дело о налете на дом чиновника, найдете его дочь, ее жениха, то мы и РАМСа поймаем. Я надеюсь, на этот раз вы не будете меня использовать в качестве приманки. Ну, во-первых, РАМС уже на это не купится. Давай присмотрят. А во-вторых, я вот как раз и занимаюсь тем, что ввожу вас из-под удара. Типа отстранением. И если бы успокоились, то поняли бы это сами. Ну, хорошо. Но мне нужны справки по всей семье Переверзевых. И по вору в законе РАМСа. Вот, товарищ генерал, а мне сказали, что вы здесь? Значит, так. Последнее предупреждение. Вы меня поняли? Поняла. Работайте пока. Не провожай. Ну, что он на тебя нашел, а? В лицо хамить чиновнику. Но он же сам хотел откровенности. Хорошо, что не интимности. Ты что, не знаешь? Они же любят, чтобы им льстили в лицо. Преподносили радужную информацию. Это такое про его жену. Вот поэтому, Мишенька, у нас в стране бардак. Потому что они от народа оторваны. Я считаю, что ему надо сказать прямо. Согласен. Саныч, а ты не забыл, что генерал приказал проводить розыск в Объединенной Губе? Не забыл. А что? Да мы просто подумали, что было бы справедливо, если бы вознаграждение разделили на троих. Если мы найдем дочку чиновника. То есть вы уже делите шкуру неубитого медведя? Да? Не, не, я согласен. Втроем действительно будет быстрее, больше шансов получить вознаграждение. Ну и ко всему этому еще показать, что Федоришина, ну, профнепригодна. И генерал ее понизит или вообще уволит. Одного из нас сделает старшим. А меня на живые дела переведут. Наживчика хочет. Хорошо, хорошо, я вас услышал. Тогда ты, Родзянка, едешь опрашивать родственников этого сбежавшего жениха. Может, у него были проблемы с деньгами там или что-то еще. Ну да, и тем более, что очень похоже, что он и есть наводчик. Он еще камеры, между прочим, там отключил. Какой вариант. А ты, Вов, тогда поедь, а попроси соседью. А что, соседи и родственники не в одном доме с ним жили? Ну нет. У него только одна бабушка. Так что ты, Родзянка, едешь к бабке. Хорошо, сын, а ты? А что я? Я вот ознакомлюсь с материалами. Вот, видишь, сколько. Запросы сделаю, распечатки телефонных звонков. Короче, главняка тоже хватает. Вы хотите заработать деньги? Тогда вперед. Ясно. Родзянка, за мной. Ядь! Следователь Федоришина. Нет, товарищ генерал. Нет, справки не приносили. Нет. Подождите минутку, разрешите. Это от генерала Саенко. Так, а вот, принесли. Да, у меня. Угу, поняла вас. Товарищ майор, зайдите ко мне, пожалуйста. Здравия желаю. Хоть кому-то я сегодня и понадобился. Слушаю вас, Елена Васильевна. Мне принесли справки по семье Переверзевых. И что удивительно, убитый водитель Переверзева и его молодая жена, они из одной деревни. И почти ровесники, так что должны были друг друга знать, когда там жили. Вот так вот. Я что-то не понял, Елена Васильевна. Тебя что-то удивляет? Да. Генерал приказал освободить от всех дел, ни о чем не спрашивать, и выдать тебе служебную машину. С последним, правда, засада, на ней следаки уехали. Так что вот, держи, смотри, не поцарапай. Ну, это как получится. Я тебе дам, как получится. Товарищ подполковник, а вы не знаете, что следаки нас по ПЭСКу к розыску не подключили? Обычно-то они в кабинете сидят, а мы бегаем, а сегодня все наоборот. А ты знаешь, какое вознаграждение чиновник объявил за нахождение своей дочки? Какое? 50 тысяч долларов. Сколько? Да. Нехилые деньги. Да, еще генерал приказал держать тебя в курсе телодвижения остальных следаков. Поэтому докладываю. Воробьев поехал к жениху дочки чиновника, а Родзянка к его единственной родственнице. Работайте. Ну что, мы куда? Да эти верблюда. На фирму поедем. К этому жениху. Странно, что телефона фирмы нет в справочнике. Так я его и не видела почти. А вы? Я такого не знаю. А вон у вас соседка идет из девятой квартиры. Спросите у меня. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Скажите, Павел Игоревич Замятин с восьмой квартиры. Вы его давно видели? Так он уже год не появляется. Там ящик полон квитанции. А можете показать ящик? Может, там письмо какое-то? Ну, пойдемте. Семенович, я скоро. Там его уже за неуплату выселять собираются. Да вы что? Походите, пожалуйста. Ась? Я говорю, внука давно видели? Так Пашка за границей живет. В этой Испании. Я говорю, давно ли вы его видели? Ась? Я говорю, внука вы давно видели? Так, еще в прошлом годе. Ну, может быть, он вам звонил? Нет. Я по телефону плохо слышу. А, я заметил. Ась? Спасибо, я пойду. Только захлопните дверь. Хорошо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Добрый день. Чем могу помочь? Добрый день. А нас интересует фирма «Интеллект». Их офис в прошлом году закрыт. Но за аренду заплачено. Да и не офис, это так, комната 10 квадратов. То есть фирма «Интеллект» с прошлого года не работает, и никаких сотрудников там нет? Точно так. Спасибо. Спасибо. Не за что, да, не. Спасибо. Да уж, у меня же не шок. Рачки этого чиновника. И фирма еще та. По справкам из налоговой за прошлый год, через нее провели сотни тысяч долларов. Что дальше мы говорим? Здесь точно тупик. Хотя генерал сказал, что к этому делу как-то вор в законе Рамс причастен. Кстати, когда меня похищали, это он стоял у озера. Нужно искать его. Ну, вообще-то весь преступный мир считал, что он погиб. Ну, если генерал знает, что он жив, надо мне встретиться с сыном стукачом. Да, встретись. Вас куда? В отдел? Нет, лучше домой. Пока вы там, я пообедаю. Ну, и кому поручили дело вести? На вызов выезжал следователь Федоришин. А сейчас что-то все следыки в ее отделе суетятся. И что она? Ей начальник свою машину дал. Она с каким-то опером по городу рассекает. А я больше ничего не знаю. Я же дежурный, так что меня в отдел розыска не допускают. Значит, опять Федоришина. Да что-то часто я с ней пересекаюсь. Что? Через плечо. На, свежую прессу почитай. Может, найдешь что-то интересного. Установите слежку за следачкой Федоришиной. Так иди ее. Вы где? В отделе. Возле дома. Везде пасите. А потом хвост повесишь, понял? А. До встречи. Том, вот вечно ты тень на плетень наводишь. А, явилась. Теперь ей мозг выноси, с меня хватит. Альберт, только не начинай. Дай пообедать спокойно. Ну вот, мне успела войти и сразу хамишь. Ну ничего, я все стерплю. Лен, слушай, ну возвращайся, а? Ну как мне доказать, что не трахался я с этой секретаршей? А твоя секретарша тут ни при чем. Ты не заметил, мы уже 10 лет живем, как чужие люди. Зачем продолжать вот это? Ну потому что я люблю тебя. Не надо. Уже давно не любишь. Просто смириться не можешь, что тебя бросили. Ну что, орлы комнатные, поведайте, получите вы эти баксы? Или опять облажались? Ну почему сразу облажались? Ну просто собираем данные. Ну и что, насобирали? Собиратели. Ну этот жених уже не живет дома с прошлого года. И у бабки он своей не появлялся. Она вообще говорит, что он в Испании живет. Да, я пробил, он официально выехал в Испанию, назад легально не возвращался. А там его следы теряются. Так если он вчера встречался с этим чиновником Переверзевым, а до этого успел охмурить его дочь, когда он в страну, значит, въехал нелегально. Выходит, так. Приказываю, значит, запросить его фото в паспортном столе и объявляйте в розыск, раз он въехал нелегально. Считайте, сделано. Вот так. Есть. Здорово. Здорово. Слушай, хреновый из тебя конспиратор, начальник. Сам же сказал, на рыбалке пересечемся. Я даже удочку купил. Так она для зимней рыбалки. Ты что, не видишь, прям самая хреновая. Слушай, из тебя рыбак, как петуха пахана. Ладно, достал. За своей маскировкой. Все равно тут никого нет. Давай, колись. Чего узнал за рамс? Ну что? Вор в законе ни иголки не потеряется. Поговаривали, утонул. Ну, жив, здоров. Только сейчас он гасится, и ты к нему сильно не суйся. Ой-ой-ой. Пострашнее, видали. И человек, кто он такой по жизни, что он такой опасный? Ну, чтоб по-человечески воры в деньги общака вкладывают, ну, всякие там банки, фирмы. А он наподобие смотрящего. Ну, чтоб барыги не крысятничали и не киданули. И что? И горе этому человеку. Если он заподозрит, то что-то крысятничает. Сдохнет и он, и вся его семья. Ну, чтоб другим не повадно было. И как этот РАМС один такое количество барыг контролирует? Почему один? Там есть финансовый отдел безопасности. Кстати, твое начальство тоже с этого кушает. Как-то стучит. Стучит и кушает. Кушает и стучит. Ладно. Вот и должен. На вот пока подарок. Ну, зачем она мне нужна такая убогая? Ну, правильно. Магазин сдам. Ладно, бывай. Бывай. Лен, короче, генерал просил держать тебя в курсе. В общем, жених дочки чиновника уже как год живет в Испании. Где он там, мы не знаем. Я в страну официально не везел. В общем, мы его сейчас в розыск объявили. Даже так? А вы фото в паспортном столе заказали? Ага. Миш, пришли мне фото этого жениха на телефон, хорошо? Да все в порядке с твоей машиной. Да, скоро буду. Давай. Лена, послушай. Я... Товарищ генерал, это следователь Федоришина. Мне срочно нужно встретиться с женой этого чиновника, Переверзева. Нет, лучше не при нем. Ага. Хорошо, жду. Лен, хорошо. Я дождусь дочку, попрощаюсь и уеду. Но, надеюсь, ты позже тоже вернешься. Да? Уже спускаюсь. Угу. Не надо, Альберт. На прощание. Я с тобой уже попрощалась. Там, у служебного дивана. Ну что, узнали про вора? Да, в общем-то... Ой, подождите. Да, слушаю. Товарищ генерал, спасибо. Перезвоню вам. Едем на улицу Тремяная. По дороге все расскажете. Значит, атак. На месте преступления найдены пули и гильзы из зарегистрированного пистолета погибшего водителя. Также найдены другие пули из ранее незасвеченных стволов. Одной из них убили водителя. Девятый калибр. Незасвеченные. Ну, тут тоже глухо. Слушай, а ты что хотел? Чтобы преступник семенного пистолета стрелял, да? Так, Маша, доложила все. Иди к себе. Да я-то пойду. И что теперь делать? Понятия не вижу. Знаешь, самое обидное то, что если по фоткам эту дочку другие полицейские найдут, то не видать нам этих, ее, отцовских денег, этих долларов, вообще, как и наши кушейки. Хватит это, другие полицейские. Все, не накаркай. Здравия желаю. Здравия. Участковый из Рафяновки. Антонов моя фамилия. Ну и что, собственно? По поручению следователя Федеришиной, ну, той, которая была на выезде, я опросил сотрудников, которые в доме Переверзевых меняли камеры видеонаблюдения. И они утверждают, что еще утром все исправили. Так что на момент преступления камеры работали. Просто кто-то запись отключил перед налетом. Подождите. Может быть, это сделали сами налетчики? В том-то и дело, что нет. Где жесткий диск и пишущий сервер, посторонние знать не могли. Там все так замаскировано. Значит, кто-то из домашних помог. Так, цирк, спасибо вам большое. Да не за что. Спасибо. Ну? Что ты ляпаешь-то? Из домашних. Кто из домашних? Кто там был? Жена этого чиновника-то. Ты хочешь, чтобы я ее обвинял? Молодец. Ладно, пойду, доложу. Вроде он. Угу. Елена Васильевна. Да. Только не вертите голову. Похоже, у нас от самого вашего дома, по сути. А, так это же генерал Саенко сказал, что присмотрит за мной. Все нормально? Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Можно вас попросить выйти на минутку? Так, а что вы позволяете себе, а? Да, но я... Девушка, вам что-то непонятно? Подождите, пожалуйста, за дверью. Как вы меня нашли? Я сейчас позвоню мужу. Не стоит звонить мужу. Это он сообщил генералу Саенко, где вас найти. И разрешил нам с вами побеседовать. Ну, и что вам от меня надо? Ну, давайте для начала вы не будете строить из себя гламурную стерву. Я понимаю, вы напуганы. Это защитная реакция. Вам же жалко вашего друга юности, односельчанина, которого вы устроили водителем к своему мужу и скрываете отношения с ним. Вы же были любовниками. Нет. Да, я действительно помогала ему с работой, но люблю я своего супруга. Неужели? Так оставьте ваш тон. Вам не понять. В селе все мужики нищие, ограниченные. А супруг у меня богатый, умный. Да я за ним, как за каменной стеной. Конечно. Это вы выключили камеры видеонаблюдения в доме? Да, я отключила. Ладно, я все вам расскажу. Ради него? А кто это? Я его не знаю. Ну, как же. Это же Павел Замятин. Жених вашей падчерицы, с которым она убежала. Этого уродца я не знаю. Павел Замятин симпатичный. Я и так гублин какой-то. Ничего не понимаю. Поедем в отдел. И вы с нами. Там разберемся. Ладно. Ты прав. Не стоит разбраться с такими обвинениями. Мало ли кто там камеры в доме отключил. Может они сами отключились. Электричество-то не... Вот именно. Но за такую версию генерал нас точно сожрет. И начнет он с головы. Да. Товарищ подполковник. Тут дело такое. Я машину вашу помял. Ты что, обалдел что ли? Да шучу я. Все в порядке с вашей машиной. Шутник. Федоришина где? Подозреваемый допрашивает. И кто это подозреваемый? Жена Переверзева. Кто? Она созналась, что перед налетом отключила камеру наблюдения. Может я пойду проверю, как... Елена Васильевна просила им не мешать. Товарищ генерал. Да, Кагарлицкий. Тут такое дело. Федоришина задержала жену Переверзевы. И та вроде как созналась. Да это я не могу знать. Понял. Ну а где? А где тогда дочка? А я откуда знаю? Сейчас генерал сюда с Переверзевым едет. Ты представляешь, что будет, если Федоришина ошиблась? Представляю. Все, иди отсюда. Лена, ну зайди ко мне. Да мне плевать на твой допрос. Живо! Слушай, Лен. Лен, сейчас сюда я генерал с Переверзевым едут. Что там? Ну, я отправила Марию Переверзеву в камеру. Я уверена, что она виновна. Я сейчас эти приеду. Ты сможешь обосновать? Да. Отлично. Твою мать. Ты чего? А чего-чего? Федоришина задержала жену этого чиновника. Он допрашивает. Это вроде бы уже и расколола. Ну вот. Я же сразу ее подозревал. Считай, убила патчерицу. Потом бы мужа. И получила бы наследство. Подозревака. Подозревал, надо было сразу высказывать свои соображения. Ну так я же... Ты сейчас понимаешь, что получается? Что Федоришину не то, что они уволят, она еще наши доллары прикарманит. Понял? Замечательно. Вообще гениально. Лен, ты мне сначала свои доводы приведи. Миш, мне самой кое-что не ясно. Давай дождемся чиновника и генерала. То есть тебе не ясно? Ты кинула в камеру жену такого человека, и тебе не ясно? Миш, не волнуйся. Я все беру на себя. Не забывай, что я начальник. И я в конце концов буду крайний. Оригинал? На каком основании арестовали мою жену? Ну, во-первых, ее не арестовали, а только задержали. Но я докажу, что она виновна. Погоди, Антон. Говорите. Скажите, а кому вы поручили пробить жениха вашей дочери? Не жениха, а приятеля. Я поручил это своему водителю. Он работал в охранной фирме. Там многие отставники и спецслужбы. И ваш водитель сказал, что он все выяснил, и что жених бизнесмен и чист. Верно? Да. Выяснилось, что вам представили не того человека. Настоящий Павел Замятин. Вот он. И находится он в Испании. И кого же приводила моя дочь? И при чем тут моя жена? Ну, кого приводила ваша дочь, я не знаю. Но знаю точно, что ваш водитель и ваша жена односельчане. И, скорее всего, заодно. Я знаю, что они земляки. Ну, это ни о чем не говорит. Андрей, ну, скажи что-нибудь. Ну, действительно, это еще ничего не доказывает. Водитель мог быть в сговоре с налетчиками. Они его убрали как свидетеля. Да, кстати. Ой, вот об этом-то я и не подумал. Да, ты что? Они неуменяемые служат? Так, Антон, успокойся. Твою жену немедленно освободят. Ясно? Выполняйте. Есть. Да вы извините, она просто немножко ошиблась. Не ошибка. Это дебилизм на ровном месте. Я с вами абсолютно согласен. Но у нас есть другие, более вменяемые исследователи. Они, кстати говоря, уже там что-то нарыли. Да. Ну, так вызови их. Спокойно, спокойно. Вот здесь. Да. Садитесь. Заходите. Машенька. С тобой все в порядке? Все в порядке. Но я говорила ей, что не виновата. Андрей, ты слышишь? Я сделаю все возможное, чтобы уволить вот эту дуру, если ты сам этим не займешься. Хорошо. Я немедленно этим займусь. Свободны. Есть. Ну и вы свободны. Спасибо. Спасибо. Что там происходит? Генерал попросил освободить жену чиновника. Вот так бывает. Ну, что за комедию вы там устроили? Прекратите использовать меня в темную. Ведь это вы приказали жене чиновника отключить видеокамеры и убедить водителя сообщить чиновнику, что жених его дочери чист, шантажируя ее. Тем, что вы знали, что когда-то они с водителем, односельчанином были любовники. Значит, жених дочки ваш человек. И поэтому нужно было отключить видеокамеры, чтобы не светить его. Верно? А настоящий Павел Замятин должен вору в законе Рамсу денег. И вы по своим источникам дали Рамсу знать, что Павел Замятин в доме чиновника. А хотите, я расскажу чиновнику Переверзеву, как вы его подставляли? Я не шантажировал жену Антонию. Просто сказал, что их семье грозит опасность. Она не такая дура, как кажется, и помогла. Так же, как ее дочь согласилась представить моего агента в качестве его жениха. И где они? Понятия не имею. Кто знал, что они полюбят друг друга? Теперь он ее прячет. Позвонил и сказал, что не будет подвергать ее опасности. Ну, после вот этого нападения на дом со стрельбой. Теперь Рамс снова ушел. Я поняла, что больше вы меня как приманку не используете. Но кто тогда пасет меня каждый день? Это кто же, я не знаю, кто вас пасет. Да, за нами сегодня весь день хвост. Их машина вела нас до самого отделения. Значит, это люди Рамсу. Но если завести их в отделение, то вору сразу сообщат. Потому что кто-то из полицейских на него работает. Товарищ генерал, разрешите я их приватно расспрошу про Рамсу? Разрешаю. Вон тут мусор и пьет, что следачку возьми. Ну и пусть идет. Нам же за биксей следить сказали. Не рыпаться, тихо, завалю. Спокойно. Без лишних движений. Достали пушки и отдали мне. А теперь пристегнется друг за себя друг к другу. Быстро. Э, мужик, мы здесь друга просто ждем. Окно закрой. Ну вот, теперь никто не услышит. Ты что творишь? Теперь еще будет тебе в яйца, понял? А потом тебе. Быстро, быстро говорите. Кто вам приказал убить следователя Федериша? Ну, считаю до трех. Да не убивать, следить за ней сказали. Следить клянусь. Заткнись. Кто приказал? Емеля, старший наш. И с ним этот, вор, Рамс Погремуха. Где они? В спортзале. Это локомотив, бывший которой. который. Если ту в ту прогнал, я тебя кастрирую. Надо спортзал на промышленный проверить. Рамс там может быть. Капитан, давай спортзал на промышленный. Бывший локомотив. Да, бывший локомотив. Заодно порасспроси там, кто в полиции стучит. Пока локовать дел нельзя, посидим тут. Добро. А с дочкой чиновника что? Мой человек ее сам привезет, когда Рамсу возьмем. А чей-то у тебя один бандот соблел? Да это он от испуга. У них же вообще натура впечатлительная. Да? Что-то мне стремно. Стоять, жрять буду! Все, все, все! Сдаюсь. Только все равно вы меня отпустите, потому что я перед законом чист. Кто тебе стучит в полиции? Дежурный. Его номер телефона в суд, он бы... предпоследний номер. Ну и что? Сдать. Продажного мусора не впадло. и предъявок ко мне у вас нет. Значит так, он напал и ранил меня, потом поранился сам. Ликвидирован при самообороне. Все так и было, командир. Да, я контактировал с вором Рамсом, но только чтобы втереться к нему в доверие, а потом уже доложить вам. не ври, мразь продажная. Все твои разговоры с ним записаны. Да, я стучал. Я стучал, потому что он платил по-человечески, а не так, как здесь. Копейки. Юда. Спасибо, Миш. Ленка, ты помнишь, что мне еще ужин обещала? Миш, конечно помню, но давай не сегодня. Ну, ты можешь мне все-таки объяснить, как так получается-то? Несмотря на то, что ты неправильно арестовала жену чиновника, генерал приказал тебя поочерить. Миш, я так устала. Да, я потом. Извини. Ладно, пока. Так это из-за него ты меня бросила? Дурак-то. Что ж, меня в этом доме все дураком называют. Да, да. Я-то понял. А вы какими судьбами? Мама, тебе награду привезли. Именно. Генерал сказал, что это именно вы нашли мою дочь. Я всегда держу слово. Это вам. Да вы что, я... Я это не возьму. Я просто выполняла свою работу. Мам. Ленка, ты че? А вы не лезьте. Деньги, пожалуйста, уберите. Иначе я привлеку вас в задачу взятки. Убирайте, убирайте. Тогда прощайте. Всего хорошего. Совсем с ума посходили. Ты че, действительно блаженная? Мы на эти деньги могли купить собственную квартиру, а то и две. Да вы просто не поняли. Ну, не могла она их брать при свидетелях. Но сейчас она его догонит. Да? Угу. Как смешно. Ты мне больше не мать. А мне не сестра. То есть даже чаю не нальете? Руки! Руки, я сказал! Тихо, тихо, давай. Давай, за стол. Давай. Я присяду? Присяду. Да, давай. Где товар? Что? Товар где? В диване. Смотри. Есть. Рыган, че за шум? Так. Рыган, че за шуми не берут. Шухер! Ты как? Это нормально. А два, что пули не берут? И пули, это травмат. Ну, ты даешь травматам. И на два ствола я вообще потерялся. Ну, я и не подумал. Один пакет унесли. Хорошо бы поссать вышел. Да, удачно получилось. Алло, шеф. У меня беда. Жду. Беда. Твою жмать! Ты же сказал, что он там один будет. Да мне сказали, что один. Черт, он мне в ногу стрельнул. С травмата, походу. Так а что ты сумку не скинул? Да растерялся я. Там хоть есть что-то? Не знаю. Ох, ни хрена себе. Валим, 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 валим. Валим, валим. и чё здесь произошло что я сидел бухал с ним тут ворвалось два джуса с пушками бога достал ствол и они его завалили меня вот товар где товар весь забрали ленка давай все исправим бережи может ко мне 20 лет не вернешь миша да и не готова я к новой семейной жизни прости ну я хотя бы могу надеяться разрешить чё тебе надо рабочий день закончен дежурный сказал что вы здесь и вот зашел посоветоваться нам там труп подкинули то как подкинули ну так под дверь а ну ка пойдем еще сговорились что ли все то убьют то труп подбросят маш что там ну чё он даже окчинять не успел смерть наступила около часа назад пакет я не разворачивала мало ли что там лучше в морге уже сделать ведь в общем давай оформляй время смерти кто обнаружил во сколько все как положено может запись из камеры наблюдения проверить может у него пульс проверишь товарищ подполковник а ты чё здесь болтаешься как гэ в проруби иди в управу доложи есть я тоже пойдут доложу слушали может нам его в другой район подбросить а хорошая идея так что не оформляем так что говорят твой скоро из риса всем привет да привет тетя Тонь только не обижайся но я уже приняла решение взрослая обдуманная я переезжаю жить в общагу как переезжаешь ну я уже взрослый у меня должна быть своя жизнь что значит не обижайся я же тебе не чужой человек так погоди погоди то так а ты века подумай что в общежитии что на съемной хате нет разницы ты все равно свой собственный угол не получаешь этого меня сейчас к чему это говорите ну понимаешь женщина даже такая молодая как ты должна смотреть на мир практично и уметь пользоваться пользоваться мужиками так давайте еще есть не хорошо следи за губами за твоей мамой ухаживает ее начальник а у него между прочим две квартиры свои собственных две квартиры так вот тебе нужно подружиться с ним мама увидит что он типа к тебе привязан как дочери и быстрее с ним сойдется понимаешь и наверняка одна квартира будет твоя девочка твоя гениально ну послушайте девчонки мы должны придумать какой-то праздник пригласить мишенька вот ты должна с ним подружиться и будешь расхваливать его своей маме так подождите а если он захочет со мной дружить не переживай я ему посоветую чтобы он завоевал твою маму через дружбу с тобой вот и все получится естественно так что ты выбираешь квартиру и либо вживание ну конечно квартиру способная ученица такс под печатком пальцев подкинутого трупа установили что это ранее судимый вахтанг беридзе по кличке гога так я же узнаю брал его лет пять назад он сидел треху и насколько знаю завязал видимо не завязал если дырка в башке по вскрытию что стреляли в голову самодельной пулей и сплавов мягкого металла ну поэтому черепуху не пробило и кстати по этой же причине невозможно провести экспертизу ранее засвеченных стволов а ты чё скажешь а по записям с камер наблюдения на отделении с уличных камер в общем нашли машину из которой подкинули труп никаких следов печатков нет номера двигателя рамы сбиты в общем экспертиза ничего не показала то есть глухарь у тебя вырисовывается так мне уже из управления звонили раз 20 просили найти того кто это сделал а у тебя глухарь ну что расследовать и родянка не справляется это дело плавно переходит следователю проховчикову правильно я говорю спасибо за новый глухарь не ной все остальные занимаются текущими делами разрешите высказать предположение если он отбывал срок в колонии надо запросить личное дело оттуда зачем чтобы найти родственников насколько я помню он детдомовский ну значит для того чтобы найти друзей в личном деле значится с кем он переписывался и кто носил ему передачки ну или же опросить в конце концов соседей как показывает практика в большинстве случаев современные соседи друг друга очень мало знают ну надо же и забыл что разговаривать ты умеешь все свободны все в атаку вечно он надо мной издевается да он от семи стебется ничего не заметил то у него защитная реакция такая он же в себе не уверен да а я думал наш начальник самоуверенность но все равно я перед ним пасую постоянно это он так сублимируется это как ты у него спроси так что у нас там погоги нарыли что-то в деле значится что браке не состоит а передачу на зоны ему регулярно передавал некий ранее судимый ефим дей по кличке жиган а она жигана что есть 15 лет назад осужден за сбыт наркотиков особо крупных отсидел 7 лет на данный момент проживает по адресу переулок строителей дом 3 это частная секта ну если передача носила значит кореш да ладно смотри у нас мегре прямо в отделе родился или всегда тут жил я не знаю хватит эти свои игрушечки и давайте везите ко мне этого жигана выезжайте по адресу поехали мегре осторожно злая собака не боишься что день добрый добрый нам нужен ефим петрович дей это я здравствуйте здравствуйте а что собственно случилось да ничего все в порядке просто проверяем ранее осужденных скажите где вы были сегодня ночью сегодня ночью я ночевал он жил на и сестры мы три дня гостили адресочек можно я не понимаю в чем вы его подозреваете анжела мне надо заводиться скажи а то они не отстанут да пожалуйста село семендяева улица цветочная дом 5 запомнил а фамилия ее петрова ребят только вы и зря старайтесь начальники я перед законом чист это очень хорошо скажите а вам знаком человек по имени вахтан берег за Гога Гога ну да Гога Гогу знаю с юности только он тоже завязывал угу походу навсегда то есть пристрелили его сегодня ночью поехали пообщаемся со следователем да вот что ребят я документы возьму я сейчас похоже кендель этот мирный сам его к следоку доставишь я по дороге воскачу угу к стукачу угу а вы вы ничего не путаете уж вы обознались пойдемте пойдемте поехали ну садитесь ой 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 все теперь я могу идти нет вдруг еще мусора пожалует так а сколько мне здесь еще торчать ты тварь подзаборная будешь торчать здесь только сколько я скажу понятно и плев свой прикруй а то твою рожу на лоскуты порежу поскольку времени мало я тебе быстро объясню матом да пропустите значит еще раз собери очную ставку а если опять накосячишь я тебе в наручники закую и скляпом во рту гомосеком в камеру кину или может тебе это нравится раз ты нарываешься постоянно никак нет товарищ подполковник да здрасте здрасте здравствуй тамара что-то случилось может быть лену позвать не 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 я к тебе все в атаку есть ну мишаин тут такое дело у моей лучшей подруги день рождения но поскольку у нее ремонт мы будем праздновать у меня ну короче говоря я тебя сегодня вечером приглашаю тамара да я с удовольствием но я постоянно за пары тут жаль миш ну послушай ну ты ж начальник ну че ты не можешь вырваться на часик кстати там будет ленкина дочка мог бы с ней подружиться глядишь ленка к тебе скорее расположиться легко сказать подружился бы о совсем забыла смотри моя племяша мечтает вот об этом волшебная книга гаданий ну давай скажу что я тебе сказала ты ее принес ну якобы ты тоже фанат этого дела нет смотри ты фанат этого дела слушай да а это может сработать да Да, конечно, сработает. Только ты же вначале ее прочти. Ну, типа ты в теме. Ну, все, Мишань, ты приедешь? Да. Восемь. Я тебя жду, Миш. Отлично все. Все, давай, буду. Давай, не прощаюсь. А, все, вот здесь, Миша, спасибо. Твоя конспирация у меня вот уже где. Так отчетник тоже не услышит. Чего знал? Ничего. В город наркоту поставляет же ган. Это я и так знаю. Кому толкает? Да я не в курсах, он вообще посредник. Ну, так пробей. Чего еще интересного? Интересного? Пропала большая партия наркоты. Очень большая. И криминал, босс Басов. Тот же цинканул всем криминальным гражданам. Тот, кто узнает, кто же эту наркоту собирается продавать, отвалит немеряно бабла. Вот это интересно. Понятно. Что за губу, которую сегодня дрохнули? Вообще не знаю. Или мелкая сошка, или давно отошел от дел. Ладно, отдыхай. И с этим подкинутым трупом из управы вон же все плешь проели. Да. И подполковник из-за этого злой, как лицо фашизма. Конечно. Он же своей этой любимице не дает дела, которые невозможно раскрыть. Кстати, про Федоришину. За ней ухлестывает этот опер-дергач. И, кстати, она к нему тоже неровно дышит. Ну, это уже интереснее. Ну, а это нам к чему? Ты что, не соображаешь, что ли? Если подполковник узнает, что у Дергача со старшим следователем тролливали, он ее уволит к чертям. Да? Ну, так потом он его, а Дергач вроде хороший мужик. Слушай, ты о себе думай и о нас. Это будет намного лучше. Опер-следаку, вообще-то, неровнее, не товарища. Ну, ладно, не начинай. Я там друга подброшенного трупа нашел. В смысле, привез. Чего? У тебя и формулировочки. Ребят, кто-нибудь, отберите у него пистолет. Я вам серьезно говорю. Друг подброшенного трупа? Слушай, тебе надо иди. Хорроры писать надо, ужастики. Веди. В допросную. Начальник, я уже вашим сказал, что я с Гогой не виделся дней пять. Три дня меня вообще в городе не было. Ну, мне передали, передали, мы проверим. Ты лучше скажи, чем Гога жил? С чего кормился? Вон таксовал. Таксовал. Начальник, только ты учти, я полиции готов любую помощь оказать. Лишь бы вы нашли, кто его завалил. Найдем, найдем. Ты лучше скажи, может, есть какие-то подозрения? Кто-то угрожал, косо посмотрел. Есть у меня подозрения. Жаловался он как-то на конфликт. Что ему угрожали залетные пассажиры. Кто такие? Я по фамилиям не знаю. Хату они вроде снимают. Морская 16. Квартира, ну, что-то, 7. Морская 16, 7. Начальник, только я перед законом чист и проверить это не смогу. Ну, правильно, не надо проверить. Мы проверим. Для этого и службу услужим. Значит так, вот мой телефон. Если что-то еще вспомнишь, набирай. Свободен. Дежурный проводит. Так, морская 12, квартира 7. 16, квартира 7. Хорошо, хорошо. Хозяин за зеркалье. В полночь сядь перед большим зеркалом и скажи. Эй, хозяин, покажись, ложь и правду выкажи. Про желание расскажи. Подожди 5 минут. Да, заходи. Товарищ подполковник, есть информация... Гогу залетная того. Мне шепнули адресок, где они есть. Ух ты! Рассказать, что делать? Опергруппу вызвать. Молодец. В атаку. Хорошо, да. Так. Если за это время с зеркалом ничего не произойдет, значит, либо хозяин за зеркалье не захотел с тобой общаться, либо желание не исполнится. Чушь какая-то. Здорово, коллеги. Оперы Зубойного нам не коллега. Чего так? А потому, что мы благородные. В смысле? На благородном порошке сидим. А, ну тогда, конечно. Чего нарисовался? А тут дело такое. Нам к отделу труп подкинули. А, когда нам об этом на планерке и огласили, весь отдел ржал. А нам вот не до смеха. Ладно, короче, я к вам с информацией и за помощью. Труп этот Вахтанг Беридзе. Погоняло Бога. И лучший кореш умел вроде как. Жиган. Наркодилер. Знаем такого. И только недавно пробили, что он родственник расписного, авторитета из Средней Азии, который через этого жигана здесь наркоту толкает. Ага. А, да, кстати, еще за этих людей, которые партию наркотиков увели, Басов, авторитет босса, награду объявил. Так, жиган с этим боссом дела имеет. И, что интересно, есть информация, что сегодня ночью в доме жигана сначала был кипиш, а потом туда сам босс нарисовался. Что бывает о серьезном кипише? Они стараются лично не пересекаться. А мне жиган втирал, что три дня в гостях у сестры-любовницы был. Значит, рандит. И точно в теме. Да, только хренчо скажет. Хоть ты его молотком кали. Хотя, если прихватить его с поличным, то, чтоб пятнашку не мотать, он и мать родных цирк продаст. Короче, к нам тут один залетный пассажир пришел и штуканул, что ему предложили быть посредником при покупке большой партии наркоты. Он даже образец принес. И наши эксперты установили, что он из тех партий, которые мы перехватили при транзите из Средней Азии от Расписного. Слушайте, так а если эту партию типа прикупить и перехватить продавца, можно и босса с жиганом на эту партию выманить и взять их с поличным? Да, только близок локоть, а туалет узкий. Ты о чем? Он имеет в виду, что для покупки придется настоящие баксы показывать. Но их нам под оперативную информацию не отдадут. Но еще типа покупатели нужны? А оперов из нашего отдела каждый наркот в городе знает. Но с покупателями положим проблем не будет. мы с Поповского можем пойти. А вот насчет бабок я постараюсь. И когда типа эту сделку провернуть можно? Да в любое время. Ладно, тогда на связи. Я позвоню. гадания по совпавшим картам. Перемешай колоду, сними. Что сними-то? Затем клади карты на стол и произнося сейчас... Так что там? Как насчет Баксов? Каком, боком и с подскоком. Ну так все-таки. Я же позвонил после твоего звонка к генералу и доложил. Я же сам не могу решить такие вопросы. Товарищ генерал. О, картишки. Да это... На гадания перешел. Потому что твои следаки до сих пор не могут раскрыть. Кто вам жмурик под дверь подбросил? Товарищ генерал, а я вам что, еще не доложил, как мы можем это дело раскрыть? И наркокартель накрыть? Доложил, доложил. А Баксов-то не упустим. Что это? Сколько там надо? Ну, вообще миллион надо. О-о-о. Ну, мало ли, вдруг они перепроверят. Но в роли покупателя я лично буду и лейтенант Папэску со мной. А группа захвата окружит здание. Ладно. Возьму я эти баксы под расписку. Но вы за них отвечаете свободой и погонами. Пойдете со мной. Есть. опаздывают? да ладно. Я не знал, что ты умеешь по солнцу время определять. смерть Артура. Ну и что ж, возразила Эллин с досадой. Какое тебе до этого дело? Все равно он обворожителен. Он мне нравится. День добрый. Здорово. Нам сказали, что вы товарами интересуетесь. Смотря каким. Ладно. Хорош порожняки гонять. Давайте сделаем так. Мы покажем образец, вы нам бабки. А после мы покажем весь товар. Он тут но спрятан. Угу. Ну давайте. Показывайте. Давай. Показывайте. Показывайте. Ну чё? Ну чё? Бабло, что ли, хотите посмотреть? Хотим. Смотрите. Ну как у нас всё серьёзно? Смотрите. 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 Всем оставаться на месте. Не с места. Где они? Куда? В дверь. Вы как? Да лучше всех. Что там? Где они? Ну что? Через подвал ушли. В обход. Работаем. Вобивай! Даже деньги настоящие! И херал бабки взял! Походу нам трыдец. Ну а эти пассажиры залётные, они сами там встречу назначили. Времени было в обрез. Мы не успели заранее всё здание проверить, чтобы не засветиться. Идиоты! Вас развели, как лохов чилийских. И я-то, дурак, вписался под своё слово, баксы взял. Разрешите? Здравия желаю, товарищ генерал. Полковник Косых. Отдел собственной безопасности. Очень кстати, полковник. Проверьте этих оперов. Если есть предатели, сядут. А если нет, всё равно уволю. Товарищ подполковник, пока у меня вопросы только к операм. Не смею мешать нашей контрразведке. Итак, для начала подробно напишите о том, как проходила операция. Работайте. Миша, я не могу сейчас про личное. Мне надо обвинительное про сбою закончить. Я не про личное. Тут такое. Короче, меня, скорее всего, уволят. А Дергача с Папецкой вообще могут посадить. А что случилось-то? Ну, тут, короче, на операции миллион баксов просрали. Ну, начальство теперь думает, что этот кто-то из нас предатель. Ну, тут даже дело не в предательстве. Тут без предательства вышло вот этот трещот. А зачем нашему отделу эта операция с баксами? Да мы, чтобы найти убийцы Гоги, решили прихватить торговца наркоты, которые могли нас вывести на друга Жигана с липовым алиби. Так, подожди, Миша, я ничего не пойму. Это у меня самого башка, как после вальса. А знает все, только опера. Значит, мне надо с операми переговорить, ну, для прояснения картины. Нет, сейчас невозможно. Их начальник собственной безопасности в моем кабинете пытает. Миша, каждая секунда на счету. Давай, ты гений, выведи этого полкана, я с нашими ребятами перетру. Да я-то, конечно, и гений, но это, знаешь, как будет нелегко. Ну, каждая секунда, Миша. Ну, дай, хотя один черт уволили. Пошли. Товарищ полковник, можно вас? Извините, я занят. Там по этому делу новые обстоятельства появились. Генерал просил вам сообщить их конфиденциально. Хорошо. Давайте. Продолжим после моего возвращения. И никуда не отлучаться. Попадала. Рассказывайте, что у вас произошло. У нас есть пять минут. Ну, чтобы дело наше раскрыть, мы скооперировались с операми из обмана. А почему здесь? Да потому что только в этом кабинете нет видеокамеры и микрофон. Дело-то секретное. Итак. Чтобы вы все поняли, товарищ полковник, мне придется начать издалека. А вот скажите мне, вы заканчивали консерваторию? Нет. А какое это имеет отношение? Прямое. Тем более, что так и генерал просил. Вот скажите, например, вы понимаете, чем отличается болеро Равелли от турецкого марша? Зачем? Это очень важно. Вот послушайте. Итак, болеро звучит так. Там тарелки поначалу, знаете, так. Тэц, тэц, тэц. Помните, нет? Не напоминает ничего? Нет. А трубы там ту-ру-ру-ру-ру, нет? Нет. Мне позвонить надо. Да. Подполковник Огорлицкий. Как там у вас? Угу. Есть. Как-нибудь потом продолжим. Меня сам вызывает. Черт знает, что такое. Черт знает, что такое. Ты бы слышал, какую я пургу нес. Зато детали узнала. Слушай, а я себе в отделе понадоблюсь. Или генерал позвони. Забей. И вообще выключите телефоны. Победителей не судят. А если мы проиграем? Не проиграем. В общем, это Жиган указал на убийство Гоги, назвав их адрес. Я поехал по адресу, но там никого не оказалось. Хозяйка сказала, что да, жили двое, но паспорта их оказались дублями. Подождите. Тот, кто приходил к наркооперам и предлагал сделку, тоже показал дубль паспорта на фамилию Уфин. Вот, кстати, по этому адресу один из квартиросъемщиков Уфин. Мне вот интересно, как Жиган прочухал об убийстве Гоги, если бы ему об этом сообщили наши опера. Ну, просто Жиган утверждает, что они с Гогой были лучшие друзья, и тот перед смертью жаловался, что ему угрожали живущие по этому адресу. Ну, просто предположил. А этот Гога, он был одинок? Скорее всего, да. Едем в морг. Да я понял. Майор Дергач, значит, вы утверждаете, что план операции был согласован с подполковником Кагарлицким, да? Так точно. Как положено по инструкции. Отлично. Ну, что тут? Работаем, товарищ генерал. Пока свободны. Но из отделения не отлучаться. Есть. Товарищ генерал, что мне хотел сказать подполковник Кагарлицкий? Откуда я знаю? То есть как? Дежурный. Генерал Саянко говорит. Срочно подполковника Кагарлицкого в его кабинет. Что? На Сотова и звони. Уехал он, видите ли. Ему он Баксов опустил и уехал. Что? Сотова недоступен. Искать Кагарлицкого и найти. Товарищ генерал, может этот Кагарлицкий причастен к исчезновению денег и пустился в бега? Ты такими обвинениями без доказательств не бросайся. Это не обвинение. Это версия. Пока. Ладно, разберемся. Ну, кто со мной? Я позвоню, узнать кое-что надо. Вы поймите меня правильно. Я не хочу светиться с вами в официальных местах. Я же с вами неофициально. И помните, вы обещали никому не говорить то, что я с вами. Ясно. Алло, Сильвестр, здорово. Ну, что там как? Понял. Давай, только я тебе не звонил, хорошо? Ну, что там? Деркач сказал, генерал меня ищет, обещает всех порвать. Так, может надо ехать обратно? Да не боись ты ж со мной. Поехали. По дороге все расскажу. Поехали. 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 Может, дай уже пойду. Сиди здесь, друг, еще пригодишься. Ну, собаку хотя бы покормите. Заткнись. Иначе я его утоплю. Вон, смотри. Мусора подъехали. Вот, видишь, вот этот вот следователь, вот он меня допрашивал. Значит так, я выйду через другой уход, а вы здесь разруливайте. Джига, не облажайся. Здравствуйте. Здрасте. Добрый. Здрасте. Здравствуйте. Ну, садитесь, садитесь. Сорри. Представляете, по адресу, который вы нам сказали, никого не оказалось? Ну, значит, Гога ошибся? Или его враги свалить уже успели? Жена ваша? Да, гражданская А Гога значит ваш друг? Друг детства Мы с ним как братья были Понимаю А я так что была в морге И там выяснилось, что вы туда даже не приезжали Узнать, когда брата хоронить можно будет Понимаете, я... Я сегодня сам не свой И я думал этим завтра заняться Да, понимаю А братва, ты знаешь, что вы, так сказать, гей? Мягко говоря Угу Так что вы несете? Не, ну нам-то лично все равно Мы просто думаем, что Ваше окружение бы не одобрило В морге выяснилось, что Гога пассивный Как это у вас называется? Жена? Да что вы Я так поняла, что он хотел Откровенно заявить о своей ориентации И жить с вами открыто А вы его убили, боясь огласки, верно? Вы бредите А потом провернули эту аферу с наркотой Сказав, что партию у вас украли Следователь сказал, когда убили Гогу А я доказал, что у меня было алиби Я ночью вчера Он был у ее сестры Вместе с Анжелой Угу Мы там ночевали И я не убивал И вы этого доказать не сможете А мы ничего доказывать не будем Мы позвоним этому Басову, да? По кличке Босс Мы ему расскажем свои предположения А пока он сюда едет Мы вас немножко похороняем Ну, чтобы вы не убежали Вы этого не сделаете Сделал? Ну, я думаю, да Сделали Ну, конечно, сделал Да А Басову мы скажем, что подставили его Вы Не надо Мне приказали подтвердить по алиби Да сука такая Стой! Стой, я буду стрелять Стой! Не подходи Спокойно Не дергайся Нож бросила Нож! Это Жиган приказал Уфину Рассказать, что у него в доме наркота Ну? Да Давай, рассказывай Да потому что Уфин любит меня Но он фраер У него нет оружия Он должен был просто перевести наркоту И все А Жиган потом пришел к ним на квартиру Забрал наркоту и убил и Но перед этим он должен был убить своего любовника Гогу Но тот достал травмат И все испортил И Уфин сбежал с тем другим А потом они провернули эту аферу с наркотой и баксами, да? Ловко Расскажешь, где Уфин тебя ждет Забуду про нож и отпущу Иначе сядешь на пять лет Давай Стой Я покажу Они меня там ждут Уфин и тот другой Наркобарыг Ижиган сдал всю поставку наркоты Своего босса И родственника расписного Главное его теперь в отдельной камере держать Ну-ну Товарищ генерал При задержании обнаружены американские доллары И как положено мы их пересчитали под протокол Там миллион настоящих Ну слава Богу А где Федоришина? Федоришина А я ее отпустил по дороге У нас почти сутки дома не было Ладно Завтра ее награжу И вот за перов Обвинение снимем Расскажите, товарищ генерал Выгрешай Иди Поработай Есть Ну что, ковбой На выход Веселая ночь Крюль Дергача намечается ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо Эй, постой, красивая. Кто вы? Что вам нужно? Здрасте. Я Басов. По кличке Босс. А, я про вас слышала. Удивительно, что вы здесь. Ну, вы же понимаете, что все эти голословные показания Жигана о том, что он не продавал какой-то товар, меня за это не посадят. Вообще, есть очень большая вероятность, что он просто не доживет на суда. Так что вам нужно? Ну, я вообще-то пришел вас поблагодарить. Да. Ну, вы же понимаете, что я в бегах. А с этим *** Жиганом и его кузеном больше никаких общих дел иметь не буду. Все? Могу идти? Ну, нет. Привет, Василий. У меня к вам предложение. Хотел бы, чтобы вы на меня работали. Но увольняться не нужно. Зарплата будет хорошая. Стоимость квартиры в этом доме. Это за месяц. Не понимаю, зачем вам я. Если вы так хорошо знаете все расклады, наверное, кто-то из наших уже на вас работает. Миша, Боже, правда говорят, красивая, значит, не очень умная. Не угадала ты. Я Жиганов в квартиру жучок подбросил. Так что все ваше чириканье мы до последней буковки слышим. Не скажу, что ваше предложение честь для меня. Вынуждено отказаться. Очень жаль. Очень жаль. Я ведь скоро легализуюсь. И вы можете по любым вопросам ко мне обращаться. Всегда с радостью вам помогу. Ведь деньги это не главное. Главное взаимовыгодное сотрудничество. Понимаете? До свидания. До встречи, красивая. Спасибо. Не перебивай аппетит. Ты хочешь мандарин? А что за праздник? День рождения. У кого? А у меня. Да, у нашей Шахерезады Ивановны ремонт, поэтому решили здесь. Да. А я без подарка, извините, я же не знала. Да вообще без проблем, не парьтесь. Да. Если честно, я немножко отметить не против. Вот и отлично. День сегодня прошел не зря. Как заново родилась. Пойду душ приму для начала. Мишенька, Вика, приготовься. Это не Мишенька, а... Здравствуйте. Ну, очень брутальный мужчина. Простите, я... Похоже, не вовремя. Просто я хотел Елену Васильевну поблагодарить. Она меня сегодня от неминуемой гибели спасла. Ух, ну, она сейчас в ванной. А вы танцевать умеете? Ну, когда-то приходилось. Вот, отлично. Давайте танцевать. Ух ты. Вот молодежь. Неожиданно. Давай, присоединяйся. Все-таки красиво мы дело раскрыли, да? Не вы, а опять Федоришина. Ну, конечно же, с Дергача спасала. Он-то здесь при чем? А вы что, не слышали? Ну, или да, роман. Знаешь, чё? Чё? В плечо. Не болтай ерунды. До завтра. До завтра. Прямо на нас. Мужчина? Мать, не спугни мужчину. Так тепло. Так тепло. Прошу прощения, можно я? Елена Васильевна, можно вас пригласить? Да я подержу. Угу. Давай. А вот и Мишенька. Ты чё только? Мишенька. Мм? 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 Не, ничего. А, слушай. Забыл кофейник в кабинете выключить. Держи. Миша. Миша, 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 Миша. Вообще-то и кофейника у него нет. Фу, это у него ревность такая. Миша, Миша, Миша. Миша, Миша, Миша. Миша, 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 Миша. Бегался. Э, ребят. Ребят, вы чего? Скончаю я. Беги! Всё. А! Всё. Да! Здесь! Я сказал не двигаться! Тихо, тихо, тихо! Оружие! Оружие на землю! На землю! Всё, 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 всё. Что здесь произошло? Да я, я просто, я мимо проходил. Врёт он! Они тут вот этих били! Так это, товарищ подполковник, что с вами? Мальчик, помогите. Скорую, быстро! Тома! А? Это я. Слышу. О, ну ты загрузилась, как Боинг. О, привет, мам. А это что так рано? А я и завтра выходная. Прикольно. Куда? Следователь Федорейшина слушает. Как ранили. Я поняла. Я сейчас буду. Мишу Кокорлицкого ранили. О, Господи, да как же это? Я в больницу. Позвони мне оттуда! Бедная Мишенька. А где мама? На работу пошла. Ну вот, опять. Тётя Том, а давай поспорим, что этот опер за мной бегать будет. Викуль, ну это уже не смешно. Да, тебя тянет к взрослым мужчинам, потому что тебе не хватает отца. Он мне нравится не как отец, а как самец. Да не дури ты. А я и не дурю. Вот увидишь, я тебе докажу. Преступная самонадеянность. Бедная Мишенька. Бедная Мишенька. Вот, у меня тут все чин-чинарем оформлено. Ружье, значит, легальное. Да, я вижу. Расскажите, что произошло в вашем дворе. Курю я, значит, на балконе и вижу два амбала. Мальчонку догнали и давай пинать. А тут прохожий вступился. Так, сразу видно было, что ему с ними не совладать. И вы, значит, решили? И я, значит, старку кис своей кричу, в милицию звони, а сам Ружье в попыхах одним патроном зарядил и выбежал. А тут ваши подъехали, одного задержали, а другой гад убег. Ну, спасибо вам за неравнодушие. Там нашего начальника ранили. Да что там, все же люди, хотя я что-то сомневаться стал в этом. Что с ним? Да бред какой-то. Его прямо в его дворе подрезали. Сейчас оперируют. Рана серьезная? Да, мы не знаем. Все же дома были, когда дежурный позвонил. Я звонил в отдел, там сейчас Страдянка дежурит. В общем, сказал, что одного из нападающих уже задержали. И подполковника с подростком привезли. У него черепно-мозговая, он сейчас в отключке. Это какой-то беспредел. Ладно, надеюсь, все будет нормально. В общем, вы как старший следователь сейчас за начальником. Да, командуйте. Хорошо. Лейтенант Папыск, вы останетесь здесь. Как только подросток придет в себя, опросить и позвонить нам. Также сообщите, когда закончится операция. И что скажет врач? Саша, Володь, дуйте на место преступления. Осмотритесь там, может, свидетелей найдете. Есть, есть. Товарищ майор, а мы с вами поедем в отделение. Нечего здесь стоять, нужно все выяснить. Сразу звони. Ну, говорю, что занимался обычным уличным грабежом со случайным собутыльником. Решили у пацана телефон отжать. За него этот мужик вступился, начал ножом махать. Ну, мы же не знали, что он мент. И кто тут второй? Ты говоришь, ну, случайный собутыльник. Ну, мы с ним в баре скорешились. А так как бабла не было, решили телефон отжать, продать и еще выпить. Чего-то вы не были-то пьяные. Блин, ну, говорю же, догнаться хотели. В баре немного выпили. Ну, пока дрались, я пропотел и протрезвел. Ну, как-то так. Вот. Тут адвокат пришел. Адвокат Понеделка. Добрый вечер. Пожалуйста. Согласно этому договору, гражданин к уволюмой клиенту. Да. Все верно. А как вы так быстро узнали, что он здесь? Так он и с полицейской машины перезвонил. Он уже демократия. И даже полицейская соблюдает закон. А по закону я должен переговорить со своим клиентом. Да, конечно. Разговаривайте. Я выйду, поздавайте, как закончат. Борый, ну, красавец. Давай, вытаскивай меня отсюда поскорее. Вытащу. Прямо сейчас. Помогите! Кто-нибудь скорую вызовите! У него сердце больное. Я сейчас машину с завязками. Дежурный! Помоги им! Чего с ним? Блин. Алло, скорая? Алло, скорая? Что случилось? Это задержанный, что он на начальника напал. Он потерял сознание, не знаю, сердцем, что ли, плохо? Подожди. У него трахеи перебиты, он мертв. Как мертв? Это его что, адвокат Понеделка? Кто? Ну, защитник его, фамилия Понеделка, он документы показал. Да он на пенсии давно. Да какой на пенсии? Молодой, он в машину за таблетку. Блин! Если они так свидетелей убирают, так они-ка Горлицкого и подростка добьют в больнице. Надо по поиску предупредить, он без оружия. Давай, а я наряд вызову. Понял. Только сложности есть. Мальчик, начальник на разных корпусах. Есть охранять мальчика. А к начальнику я охрану больницы пошлю. Есть. Доктор, я из полиции. Отправьте охрану в реанимацию, а я здесь подежурю. Да, а что случилось? Больным угрожает опасность. Быстрее! Доктор, что случилось? Да ничего, просто пьяный хулиган. Я охрану уже вызвал. Идите в палату. Иди в процедурную. Хорошо. Стоять! Руки! Что за шум? Кто вы? Полиция. Где реанимация? Во втором корпусе. Да, ясно. По песку как? Поняла отбой. Ну, что там? Подростка в больнице пытались убить. Дергач успел вовремя, но задержать не удалось. Твою мать! Вот с КТ, а! После попричитаем. Так. Значит, пальчики того же Морика, которого в кабинете замочили, оказывается, есть у нас в картотеке. Он когда-то аттестацию проходил на частного охранника. Короче, Маша. С удовольствием. Значит так, вот. Коль, Дмитрий Юрьевич, тут адрес, все из карты. Я пойду, почему я еще там до утра делал. Давай, спасибо. Срочно выезжайте по адресу и проведите там обыск. А сам уксы? Утром я поставлю прокурора в курс дела. Ясно. А что ищем? Ну, если там домашний. Всех из его квартиры сюда в отдел. Ищем записные книжки, мобильные телефоны, компьютер с электронной почтой. В общем, все, что может вывести на его подельников. А я здесь наведу справки. Понял. Давайте. Чем так мучиться, лучше сучиться. В натуре. И на хрена нам это такая свобода? Лучше б в камере спали. Так, циц. А что, нашел что-нибудь? Да нет, ничего. Ну, продолжай рыть. Нарой себе на звездочку. Простатит, аденома, импотенция. Больше не проблема. Доктор Авуанов, ВГ. Сердечные капсулы. Ого. Ух ты. Смотри, что нашел. Ты лучше б записную книжку нашел. Потому что ни телефонов, ни ноутбуков. Нам информация нужна. Без него, может, кого-нибудь вольнули. Тут еще что-то есть. О, вот это. Открытки с мертвыми американскими президентами. Это уже кое-что. Э, начальник, ну, вдвоем. Да это идея, слушай, Родзянка. Давай из этой находки шмалнем этих двоих, а баксы подделим. Командир, тормози. Че, страшно? То-то. Дело понятых стоять и молчать. И кивать головой. А потом расписаться в протоколе. Усекли. Стоим. Оформляй. Чего, мама на пять дома не ночевала? Она звонила. Мишеньку ранили. Он пока в реанимации. А еще у них там куча ЧП. Вот и как можно любить такую профессию. Как только выйду замуж за майора Деркача, он сразу идет в подставку. Опять завела шарманку. Ну, хотя, если у него большая выслуга, то пусть дослужит и получит квартиру. Не поясничай. Так я и серьезно. Я не поясничаю. Сама же меня училась со своей подругой. Прикуси язык. Лучше грушу. Сюда нельзя. Выйдите. Я ненадолго. А вы ему кто? Жена. Ну, хорошо. Только недолго. Спасибо. Привет. И здесь от тебя покоя нет. Миш, ну ты как? Как будто бы спал на краю. В смысле? Ну, знаешь, придет серенький волчок и укусит за бочок. Мальчок очень сильно болит. Так может, врача позвать? Не надо. Он был только что. Как мальчик. Мальчик жив, все хорошо. Ну, и ты, если шутишь, тоже все хорошо. А ты что, моей женой представилась? Ну, да. Ну, чтоб меня не выбирали. Это выходит, мне чаще надо раненого валяться, чтобы твое внимание получить. Сплюнь, дурак. Знаешь, как я испугалась? Я бы рад. Горля пересохла. Так может, воды тебе принести? Миш, а с ним все в порядке? Да, все в порядке. Просто лекарство подействовало, и он уснул. А, ну хорошо. Идите уже, а то скоро обход. До свидания. Хорошей нечего сказать. Следователь Радзянко пускает в кабинет постороннего с фальшивым адвокатским удостоверением. Тот убивает задержанного и спокойно уходит. Виноват. Лейтенант Папэску сам чуть не погибает. Виноват. А майор Дергач несколько раз стреляет из окна больницы и не может попасть в преступника. Да это не преступник, товарищ Покуров. Это Бэтмен какой-то. Кстати, почему вы за ним не погнались? Я же говорю, какой-то супермен. Даже если бы я сиганул за ним с третьего этажа, в лучшем случае кости бы переломал. Но до выхода там бежать далеко. Скорее всего, он занимался паркуром. Так, подождите. В общем, так. Дело о нападении на подполковника Кагарлицкого и неизвестного подростка будет вести следователь прокуратуры Кононов Вячеслав Михайлович. Разрешите всем сотрудникам отдела участвовать в расследовании? Не разрешу. Вы и так наломали дров. Командуйте, Вячеслав Михайлович. Доложите, что удовольствие сделать за ночь. Вот рапорт, пожалуйста. Нет, вы, пожалуйста, озвучите. Я тоже хочу послушать. Хорошо. Предотвратили убийство неизвестного подростка и полковника Кагарлицкого. Причем в больнице первого убрать пытались именно подростка. Организовали их охрану усиленным кордоном полиции. Сфотографировали бессознательного подростка и подали его в розыск. Также сообщили всем отделам, что если подростка будут искать близкие, сообщать нам. Просмотрели записи и по скриншотам подали в розыск лжеадвоката, который убил задержанного Коваля в кабинете. Хотя лжеадвокат наверняка был в гриме. Установили личность убитого задержанного и провели в его квартире опыск. Стоп. Что нашли? Незарегистрированный пистолет ТТ со сбитыми номерами. Он уже на экспертизе. И 18 тысяч долларов. Продолжайте. Ждали утро, чтобы следователь Пороховщиков съездил к настоящему адвокату понеделка, так как убийца показал дубль его старого удостоверения со своим фото и исправленным днем рождения. Установили, что убитый Коваля, который напал на Кагарлицкого, сейчас официально безработный. А ранее работал частным охранником фирмы Цитадель. И ждем открытия этой фирмы, чтобы съездить туда и опросить сотрудников, которые его знали. Также планировали утром опросить его соседей по дому и запросить через санкцию распечатки его звонков. Это все? Ну, кроме того, мы все написали подробные объяснительные и также взяли объяснительные с сотрудников полиции, которые задержали Коваля и спасли подростка и подполковника Кагарлицкого. Угу. Ну что ж, толково. И пока добавить нечего. Простите, звонил дежурный, труп на пастыре. Ну, кто со мной? Старший следователь Федоришев. К остальным у меня есть вопрос. Мне нужен еще один опер. Хорошо, уберите. Товарищ майор. КОНЕЦ КОНЕЦ Здесь поговорим. Кто неровен сейчас, жена услышит. Ну, в больницу пока не сунутся. Там усиленный наряд. Ну, я придумаю, как их отвлечь и уберем пацана. Угу. А если сегодня начнется и заговорит? Это вряд ли. Коваля ему с ноги в голову зарядил. А у него удар, как из пушки. Ну, это да. Хорошо. А чтоб сегодня его уже не было. Понятно? Это вас не будет. Надо еще мента убирать, который вступился. Ну, он в больнице пока, но он единственный, кто видел мое лицо близко, когда мы дрались. Сначала пацана. Понятно? Потому что ты можешь бега уйти. А если я уйду, солидные люди сотни миллионов потеряют. Понятно? Сначала пацана. Все, вылети отсюда. Труп обнаружил бегун Фидулов. Я когда вас ждал, с него письменные показания взял. Значит, вы точно здесь больше никого не видели? Да точно, точно. Я каждое утро здесь бегаю. Пейзаж хорошо знаю. Послушайте, а можно уже побегу? А то, сын, и на работу пора. Я вас больше не задерживаю. Спасибо. Так, ну, сожгли ее здесь. Приволокли со стороны дороги. Да, судя по всему, оттуда притащили и туда же ушли. Пойду гляну. По всей видимости, облили каким-то горючим, ну, типа бензина. Маша, а ее уже мертвую сожгли? Не, ну, это вскрытие покажет. Я же не волшебник. С ожогами вообще сложно. Труп свежий. Смерть наступила сегодня ночью. Основание черепа перелом. Ну, естественно, никаких следов. И камер тут, конечно, тоже никаких нет. Вызывайте труповозку. Уже вызвал. Товарищ майор, на обратном пути мы отвезем вас в больницу. Там есть полиция, но лучше вам охранять подростка. На него два раза покушались, могут попытаться и в третий. Ну, судя по всему, они на нас серьезно настроены. Если готовы были и шефа убить, и по ПС. Поэтому ни на минуту не отлучайтесь. Я вам организую питание возле палаты. И передайте всем медикам, если кто-то будет лично интересоваться парнем, или по телефону, пусть тут же сообщат вам. Хорошо. А если меня на чест, то вернет? На меня ссылайтесь. Так, ну все, я закончила. Пойдем? Да. Ну что, пойдем. Прошу, проходите, пожалуйста. Обувь не снимайте. В комнате у меня ремонт. Так что прошу на кухню. Спасибо большое. Вы простите за беспокойство, Анатолий Викентьевич. Просто тут вот в чем дело. У нас в отделении произошло убийство подозреваемого. Зашел человек, представился адвокатом. И показал всем дубль вашего удостоверения. Все ему поверили. Моего удостоверения? Да. Вот скан с камер наблюдения. Может, вы знакомы с ним, когда-то встречались, пересекались? Нет. Не знаю такого. И предвижу ваши вопросы. Мое удостоверение могли скопировать в прошлом году. Ну, когда я еще работал и показывал его везде, в том числе и на камеры. Да, ну, я так и подумал. Есть одно но. Судя по тому, как действовал преступник, он точно знаком с адвокатской практикой. И даже работал. Потому что со стороны это не усвоишь. Ведь он умудрился обмануть дежурного. И следователя, пусть и молодого. Ну, спасибо, Аутуэль Викентьевич. Да не за что. Все, до свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все понял. Тут к вам из полиции пришли. Добрый день. Следователь Федоришина. Здравствуйте. Слушаю вас. Три года назад здесь работал Коваль Дмитрий Юрьевич. Я хотела бы поговорить с сотрудниками, которые его знали. Ну, я его знал. Только он недолго здесь проработал. Мутный он какой-то. Может, кто-то дружил с ним? Пескунов вроде. Ну, не то, чтобы дружил, но был ближе, чем с остальными. Только и Пескунов сейчас не работает. Спился он. Угу. Дайте, пожалуйста, адрес и данные Пескунова. Конечно. Простите, если не секрет. А почему вы Ковалем интересуетесь? Его ночью убили. Пожалуйста. Спасибо. Доигрался, значит. Наговаривать не буду. Тихо он себя вел. Только вот нелюдимый. Уж больно. То есть, получается, к Олю никто не ходил вообще? Ну, почему не ходил? Ходил. Вернее, ходила. Женщина. Ага. Сейчас, знаете, вот практически каждый день. Да вы что? Видно, у них любовь. Таки. Она даже у него ночевать оставалась. Вот как? Ну, а больше я ничего не знаю. Елена Васильевна, я тут про Колю кое-что узнал. Так я могу идти? Сейчас, секундочку. Да, конечно. Спасибо вам большое. Всего доброго. Да. Так вот. Дело в том, что у Поволя... Да, я тебя поняла. Хорошо. Да, я позже призвоню. Елена Васильевна, если не ошибаюсь. Ой, какое совпадение. А я мимо иду, а здесь вы. Послушайте, перестаньте притворяться, пожалуйста. Я был в охранной фирме. Мне рассказали о вашем визите. А еще мне сказали, что вам дали адрес друга убитого Коваля по фамилии Пескунов. Кстати, это его дом. Вячеслав Михайлович, неужели вы думаете, что сделаете больше, чем весь наш отдел? Не думаю. Давайте так. Предлагаю работать вместе. Мы как бы неофициально. Если дело раскроем, все лавры вам. Согласен. Но только о нашем сговоре знаем лишь мы вдвоем. Все под моим контролем и никакой самодеятельности. Все понятно? Да. Итак, что еще накопали? Помимо друга Коваля, которого, как видите, я тоже выследил. Следователь Воробьев выяснил, что у Коваля была женщина. Для того, чтобы ее найти, нам нужно запросить распечатки сотового Коваля. Я думаю, не так много женщин его окружало. Ну, прокурор уже подписал постановление. Однако вы знаете, операторов сотовой связи, они как всегда тянут. А давайте пока вместе допросим этого друга Коваля. Ну что ж, пойдем. Грешились мы с Ковалем, пока год назад не подсапались. Он тогда с охранной фирмы ушел и на какого-то крутого папика стал работать. На какого? На какого, не знаю. Но только бабло у него сразу появилось. Он стал понтить. А главное, гад, пить бросил. И мы подсапались. Митенька. Митенька. Вы ошиблись? Я не Митенька. Митенька, почему ты меня не помнишь? Я же тебя грудью кормил. Отстань, я думаю. Отстань меня, слава, держи. Отстань. Мама, я тебя Митенька. Мы, наверное, пойдем. Да. До свидания. Спасибо. Спасибо. Ты понимаешь, что если мы пацана не грохнем сегодня, шеф прикажет, а нас самих грохнут. А может, снова под доктора закусишь? Да нет. Там менты насторожей. Наверняка уже всех врачей знают. Ну, значит, закусишь под больного. В смысле? А это идея. Давай-ка еще. Какая-то, кукушку мне не стряхни так просто. Фейс развороти и все. Ну, что ты как-то? Живой? Нормально. Давай-давай-давай-давай-давай, подымайся. Боюсь, меня со всеми гулить могут. Считай, при мне задержанного убили. Не, начальство или сразу выгоняют, или никогда. Ну, максимум с трогача дадут. Было бы неплохо. По песку у аппарата. Че? Ну, так давай ее ко мне. Там мать ищет сына. По описанию похожего на пострадавшего пацана. Отлично. Хоть узнаем, кто он такой. Здравствуйте. Я пришла в заявление написать, что у меня сын пропал. А дежурно сказал к вам. А вы фотографию принесли? Да. Вот. Он. Ты про что? Вы не умруйтесь. Ваш сын в больнице. Но он жив. Его просто побили. Мы расследуем это дело. Может, воды? Да, я сейчас принесу. Слава богу. Пошелся. Да вы берите еще, не стесняйтесь. Спасибо. А что по пистолету, который нашли в квартире Коваля? ТТ со сбитым номером ранее не засвечен. Маша, по трупу на пустыре звонили из морга. Мне еще другие вести. Дела надо. Как я вас понимаю, у самого пять штук в производстве. Я сама в морг позвонила. В общем, ее сожгли, когда она еще была живой. Но перед этим она получила перелом таза и основание черепа. Вот вы где. Я там маму пострадавшего подростка нашел. Спасибо за пирожки. Спасибо, Маша. Славик в секцию после школы пошел и не вернулся. Он недавно на эту качалку записался. А сотовый обычно дома оставлял. У них в раздевалке воруют. Особой в зал никак. Он в трусах и майке занимался. Как жаль, что я плохо знаю город. Хотя вы в картах, понимаете? Да, я раньше ходила в геологические экспедиции. Елена Васильевна, что вы задумали? Подождите. Покажите мне на карте маршрут, по которому ваш сын возвращался из качалки домой. Значит, вот качалка. А вот так он шел домой. Ты помни? А вот это что за место? Это пустырь. Рядом с улицей Колокольной? Да. А можно я уже пойду к сыну в больницу? Да, конечно, идите. Спасибо, вы нам очень помогли. Вы только найдите, кто его испил. Обязательно найдем. Что значит, обязательно найдем? У вас появились мысли? Вообще-то они у меня с рождения были. Еще на пустыре я заметила, что дом Когорлицкого и место, где напали на мальчика, находится рядом. И недалеко от той дороги, по которой тащили убитую девушку. А она здесь при чем? Из морга сообщили, что смерть наступила примерно в то время, когда избивали мальчика, и полковник Когорлицкий за него заступился. А мальчик шел мимо этого пустыря? Да, возможно, он увидел, как убивали девушку, и теперь его хотят убрать как ненужного свидетеля. Разрешите? Вот прислали. Список всех звонков Ковали за месяц. Смотрите. Вот она. Скорее всего, она любовница Ковали. Они очень часто созванивались. Пошлите за ней на ряд. Ага. Считайте, сделано. А может, это ее убили на пустыре? Нет. Она до сих пор звонит на номер убитого Ковали. Она не знает, что он мертв. Ну, тогда подождем, пока ее привезут. Или, может, поедим и подумаем? Я не возражаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он тут гражданка? Во-первых, спрашивает. Здравствуйте. Вы меня узнали? Конечно. Вы дочь Елены Васильевны? Угу. Ваша мама находится здесь. Я сейчас ее позову. Не нужно. У меня здесь секретная миссия. И мне нужен майор Дергач. А ее сейчас нет. Но я его коллега. Возможно, я могу вам помочь. Нет. Вы явно не поможете. А вы скажите, где он находится? Простите, но посторонним мы такую информацию не даем. Какая же я посторонняя. Ах, да, извините. В общем, он сейчас на посту в центральной больнице. Хотите, я ему позвоню? Нет, не стоит. Вы лучше скажите, как его там поточнее найти? Первый корпус, второй этаж. Угу. И не звоните ему, ладно? Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Черт. И все-таки ваша версия как вилами по воде писана. Вы предложите получше. Разрешите? Прошу. Вот, доставили. Сластикова Маргарита Филипповна. Не отрицает, что состоит в связи с гражданином Ковалем. Да ответьте мне уже. Он что, к вам попал? Да я звоню, звоню, а там глухо. Ну, где он мы вам расскажем позже? А пока, как понимаете, вопросы здесь задаем мы. Ну, задавайте. Скажите, с кем дружил, близко общался в последнее время Коваль? С пьяницей Пескуновым. Больше я никого не знаю. У него мы уже были. А на кого он сейчас работает? На какого-то Михайлова по кличке Депутат. На кого? Михайлов Депутат. Правда, Славик меня просил об этом никому не рассказывать. Да и вообще. От дружков своих меня скрывал. Ну вот потому вы до сих пор и живы. Запротоколируйте показания, пожалуйста. Прошу. Так а вы скажете, где Слава? Да-да-да, все, я все объясню. Я вот просто обратно не могу. Прошу, вот налево, налево, вот туда, в кабинет. А почему тебя так встревожил этот Михайлов? А потому что это мясник, каких еще поискать. И все мокрухи он делает чужими руками. Так что теперь я согласен с твоей версией. Потому что артиллерист. А у нас снаряд даже дважды в одну воронку не попадает. Очень смешно. Здравствуйте. О, Виктория. Здравствуйте. А вы как тут? Кого-то навестить пришли? Да, у меня тут подруга лежит. Вот, забежала. А тут смотрю, лица знакома. Решила поздороваться. Здравствуйте. Ну, вы тут это, а я до буфета. Вот, вы помните, как мы с вами танцевали? Вика, мама знает, что вы здесь? А при чем здесь мама? Я уже взрослая девочка, и где я хочу, там и хожу. Я не хотел вас обидеть. Просто я здесь не просто так сижу. На посту. Здесь может быть опасно. Простите, а где здесь туалет? Там, по коридору налево. Спасибо. Ничего здесь не опасно. Вы же рядом. Тем более, вот, человек с автоматом придет из буфета. Давай. Готовность пять минут. Потом поднимай кипиш. Я их завалю. Ну, перелом таза и основания черепа обычно бывает, когда машина сбивает. Ну, значит, все сходится. Девушка, которую сожгли на пустыре, переходила дорогу. Ее сбил машина этот Михайлов, депутат. С ним были два подельника. Один из которых Коваль, а другой вот этот неизвестный спортсмен. Они оттащили тело девушки на пустырь и там сожгли. И все это видел подросток. Коваль и спортсмен погнали за подростком, чтобы добить его. И тут вмешался подполковник Горлицкий. Ну, все это, конечно, складно, да? Только я одного не понимаю. Ну, не проще понести ответственность за случайный наезд, чем убивать столько свидетелей. Для нормального человека это, конечно, проще. Но Михайлов в прошлом бандит, правда, без судимостей. А в настоящем очень серьезные люди вкладывают в него миллионы долларов, продвигая его в политику для того, чтобы он лоббировал их интересы. Нужно его задержать. Да вы представляете, сюда сразу же набегут лучшие адвокаты, пресса. Начнет звонить наше руководство. Я же говорю, что за ним стоят очень серьезные люди. Значит, сделаем так. Вы ничего не знаете. Я сама его задержу, и мне плевать, кто за ним стоит и кто его крышует. Речь идет о ребенке, о моем друге, о моем начальнике, которого я знаю с юности. Хорошо. Я пойду с вами. Но я надеюсь, что вы не ошиблись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. Раз я вам так надоела, то я здесь постою. Не в этом дело. Просто я здесь. Свидетели охраняю. Ну и пожалуйста. Я не понимаю, вам что, действительно совершенно не нравлюсь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну почему? Вы очень хорошая. Но я же чувствовала, что когда мы танцевали, вам было приятно. Ну если помните, я там не только с вами танцевал. Я еще с вашей тетей танцевал. С мамой вашей. Может быть, мне с ними было приятнее танцевать. И с кем из них конкретно? Я не буду отвечать на этот вопрос. Мне вообще нельзя разговаривать. Я на посту. На посту нельзя разговаривать, есть, пить, курить. И даже отправлять естественные надобности. И что, вы в штаны писаете? И в штаны писать. Честно говоря, я ненавижу полицейских. Ну, сами понимаете. Мама, папа вечно на работе. А вот вы хорошие. Это еще что такое? Ставик же без сознания, а тут пожар. Зайдите в палату. Это просто дышать. Откройте окно. Вика, уходите. А вообще загибаешь? Это не учебная тревога. Покиньте помещение. Доктор, у нас здесь пост. Доктор, мне плохо. Я задыхаюсь. Проходите к лестнице. Быстро сюда. Быстро сюда. Вы как? Нормально. Хорошо. А вы поможете врача? Нет, все нормально. Все хорошо. Кто здесь? Славик, очнулся. Ну, это хорошо. Ты что творишь, мусор? Тихо. Кто тебя послал? Да пошел ты. Сука. Говори. Успокойся. Значит так. Когда в меня ножичком тучут, я не обижаюсь. Я воспринимаю это как неотъемлемую часть работы. Но когда пытаются убивать женщины, особенно детей, я это очень не люблю. Понял? Да? И что ты мне сделаешь? По закону ты должен вежливо со мной разговаривать. И доставить в камеру. И обращаться ко мне. Но вы... Умный, да? Короче, расклад такой. Сейчас по твоей просьбе, по закону, я повел тебя в туалет. А ты неожиданно, неизвестно откуда достал нож, и набросился на меня. И я в целях самообороны, сопротивляясь, совершенно случайно, воткнула тебе в пау. А? Не надо! Я скажу. Не надо! Я повторяю вопрос. Кто тебя послал? Михайлов. Да он главный. Сейчас мы поедем с тобой в отдел, и ты все подробно там напишешь. И только попробуй потом заднюю дать. Это вообще-то мое конституционное право. Да! Вообще-то прав, да? Ты прав. Но ведь один из твоих потерпевших несовершеннолетний. И мое право предположить, потом записать обвинительное заключение, что ты его не только убить пытался, но и изнасил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Убери! Это я так. Чисто теоретически про конституцию вспомнил. Вот и молодец. Вставай! А с Викой точно все в порядке? Сын. Хорошо, поняла. Отправьте ее домой, мы скоро будем. Да вы знаете, кто я, а? Ты! Да я... Вы меня сейчас отпустите, а я вас всех засужу. Всех засужу! На этот раз ты точно сядешь и надолго. Подельников твоих задержали в больнице, и один из них по фамилии Рязанов уже во всем признался. Это как? А наш следователь умеет хорошо допрашивать, особенно после того, как его пытались убить. Да вы ничего не докажете! Вы что, знаете, кто я такой? Я... Заткнись! Науки! Кажем! Елена Семеновна, садитесь, я подвезу вас. Давайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Помогите! Помогите! Елена Васильевна, я хотел поговорить с вами. О чем? Ну, это касается вашей дочери. А что с ней? Да все нормально. Просто я уверяю вас, что она сама меня преследует. Я ничего для этого не делаю. Я поняла. Послушайте, она... Она с теткой поспорила, что хмурит вас. А теперь она обломалась и новое приключение придумывает. То есть? Да вы внимания не обращайте. Это возраст такой. Ну, вы меня успокоили. Прям гора с плеча. А то я боялся вдруг и подумать. Да ничего я не подумаю. Я, слава богу, в людях разбираюсь и дочку свою знаю. А где следователь? Следователь где? Да у начальника. Ну так зачем так спешить надо было? Да я, что ли, виноват? А так я бы... Да ты, Семенович, хватит. Что ж Витя Родзян? Да. Разрешите? Чего тебе надобно, старча? Там вызов на убийство. Ну так и чего ты стоишь? Ты же дежурный. Бери группу, уезжай. Ну вы же все равно утром дело другому следователю отдадите. А я буду глухарей оформлять. Слушай, что ты хочешь от меня? Товарищ подполковник, не отдавайте дело это хотя бы до утра, а? А я после ночного дежурства не пойду на выходной и его раскрою. Дерзай, раз выходной не возьмешь. Покажи себя. Только никак, экзибиционист. Спасибо. Вперед в атаку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы бы ее хоть унесли? А если дети пойдут? До приезда следователя не положено. Проходите, пожалуйста. Привет. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Ого. Ах ты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто обнаружил? Жилечка из восьмой. Она, кстати, сейчас у себя. Это она простынкой накрылая. И где все-таки ходит? Сходишь, опросишь? Угу. Давай. А какая была квартира? Восьмая, второй этаж. Угу. Че там, Маша? Так, ну че. Труп свежий, череп раздроблен. Остальное вскрытие покажет. Документов, денег, суки нет. Это пенсионерка Маланчева из одиннадцатой. Да. У нее муж в прошлом году умер, так она сама жила. Тут гражданечка интересного сообщает. Здрасьте. Здрасьте. О, Господи. Ну, я ведь уже говорила, что я считай, убийцу-то видела. Он, правда, туда побежал. Туда? Да, вот на лестницу. А я лица не могла разглядеть. Кстати, в подъезде есть выход на крышу. А по углам дома есть камера наблюдения. На крышу сгоняешь? Угу. Скажите, она совсем одна жила после смерти мужа? Да. У нее, правда, дочь была. Но лет пять назад она в автокатастрофу попала. Вместе с семьей. Вся семья погибла. И муж, и ребенок. Все, да. Но у нее племянник есть. Племянник. Он приходил к ней. Это который бывший чемпион по боксу? Зварич фамилия, да? Зварич. Зварич его. Слышал о таком. Да. Скажите, а украшения потерпевшая носила? Да. Все. И серьги, и кольца. Все, все носила. Всего. Все, ясно, спасибо. Ну, по ходу, у нас разбой намечается. Потому что ключей в сумке тоже нет. Угу. Ладно. Спасибо вам большое. Мы, если что, еще поднимемся. Можете идти. Хорошо, да господи. Может убийца еще и квартиру обнес? Тогда поднимайтесь в одиннадцатую, а я здесь. Ага. Что там? Ну, короче, выход на крышу открыт. А с нее можно спуститься только через последний подъезд. А там камера висит. Так, значит, утром получим санкцию на записи с камер наблюдения. А сейчас пойдем в квартиру, ее проверим. Угу. Дождешься троповозку? Угу. Пешком? На лифте? А какой этаж? Третий. Пешком? Ну да. Пошли пешком. Почему, когда вы с другими сотрудниками, вы шутите, смеетесь? Со мной? Всегда молчите. И если говорите, то только о служебных делах. Ну просто при вас я теряюсь, как по песку. Почему? Почему? А вы что, сами не понимаете? Не понимаете, что… А вы не нравитесь? МИЛИТРА АИНСКОМЕНТОМЕНТОМИЯ Ты что, охренел что ли? А что такое? А ты чего себе взвалили? Хватит. Умирен? Хватит! Хватит! Руки убери!!! Бронокопытный. Так, все, пошли отсюда оба. Завтра же тебя уволят. Ты, пожалуйста. Убирайтесь оба. Слушайте, а чего откладывать? Адрес этого племянника убитого я пробил. Надо прямо сейчас ехать к нему и разговаривать. И дальше распутывать это дело. Предупреждаю, мое дежурство закончилось, и я выждать не буду. А если он убийца? Он же боксер. Слушай, а я борец. У тебя ствол, между прочим. Петь. Да ладно, я тебе поляну накрою. Ну ладно, уговори. Семенович, гони на техническую. Пойдем. Я эксперта отвезу и за вами вернусь. Пойдем по песку. Ну, это как в фильмах. Сейчас откроем дверь, я там труп. Ой, давай не как, а? Чего стоишь? Кричи. Эй, есть кто-нибудь дома? Дома кто-нибудь есть? Нет никого. Чего, заходим? С ума сошел, без понятых. Давай по соседним. У меня работа твоя. Ну, так постучи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Слушаю. Мы из полиции. Петь, покажи удостоверение. Шли мимо, смотрим, у соседей дверь открыта. Зайти не можем без понятых. А вы ему звонили? Конечно, звонили. Мы даже называли его громко. Вот балбес. Паша! А? Пошли с нами. Чего ты? И без вопросов мне. Здрасте. Здрасте. Ручку не трогайте. Мужчина? Жив. Только, по ходу, передош. Вот балда. Неужели снова колоться начал? Что значит снова? Так он же наркоманом был. Ну, потом вроде бы завязал. Ну, а теперь опять. Только жену его жалко. Галку. Она шпрюхатая. А где она? К родителям, наверное, поехала. Эй. 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 Ты меня слышишь? Понятые? Обратите внимание. Ух ты, какие. У него Галки точно таких не было. Петь, ну что, давай протокол составлять. Повезем его отбивание. Нужно, наверное, всякий случай скорую вызвать. Да, давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Елена Васильевна, здравствуйте. Привет. Вы извините меня за вчерашнее. Да ладно, проехали. Что такое? О, а вы с утра пораньше снова вместе? Слушайте, а может мне тут на шухере постоять, пока вы? Да прекрати ты! Елена Васильевна тут ни при чем. Это я виноват. Кстати, про тебя я тебе все не устрою. И вам, Елена, тоже. Простите. Миша, ты ведешь себя глупо. Угу. Ты у нас зато идеально. Давай так, я договорюсь с управлением, чтобы тебя перевели в другой отдел. А мне и здесь неплохо. Так, что надо? Так, ээээ... Что? Я занят, не видно. В коридоре ждите. Ну, пойдем. Лена, учти, если ты сама не переведешься, значит, я буду вынужден наказать тебя по службе. И тогда точно уволю. Ну, если найдешь за что, то да. Заходите. Ну, что у вас плохого? Ну, я все сделал так, как вы велели. Написал отказной от того дела. А я убийство раскрыл. Сам. Да ты что? Да. В общем, вчера вечером в подъезде убили и ограбили одинокую старушку. Про оценщицу? Да нет вроде. Ну, обычная пенсионерка. Так вот, я выяснил, что у нее единственный наследник – это племянник. Ну, у нее квартира очень хорошая. Я к этому племяннику на адрес. А он там вмазанный. Ну, под наркотой. И без сознания. А в руке у него ювелирка, которую сняли с этой старушки. Ну, ты, конечно же, его оставил там, на месте, чтобы он пришел в себя, да? Да нет, я его в камеру определил. Вот. А сам мотнулся к соседке. К соседке этой убитой. Она мне описала ювелирку. Что вы думаете? Да. И она все успешно опознала. Ну, так опознание-то по правилам провел? С понятым, я надеюсь? Ну, конечно, я же не совсем идиот. А, вот. У меня еще постановление нужно, чтобы вы подписали. И чтобы прокурор подписал. Это чтобы получить записи с камеры наблюдения дома убитой. Ну, а подозреваемый-то что? Ну, так он без сознания был. Вон в камере. Нужно допросить. Ну, так иди допрашивай. Чего ты сидишь-то? А. Есть? Все. Тебе смешно все, да? Свободно? Ну, просто удивляет, как вы ему самостоятельное дело поручили ему. Пусть опыта набирается. Тем более у нас следователя Федоришина скоро переводится. Да ладно. Не дождетесь. Вот это хамство. Действительно. Первый раз, кстати, с вами. Согласен. Согласен. Проходите, садитесь. Вот. Получите, распишитесь. Присаживайтесь. Следователь Родзенко. Следователь? А я что-то натворил? А вы что же ничего не помните? Не, ну, помню, конечно, как в школу ходил, как спортом занимался. Давайте не ерничать. Меня интересует, что вы делали вчера вечером. Вчера был выходной. Спруга в обед уехала к тещу. Я ее провел и лег спать. А проснулся уже у вас в камере и чувствую, между прочим, себя очень хреново. Во рту такое ощущение, что вкус мочи молодого поросенка. Понимаете? Нет, не понимаю. Я не пробовал урину свиней. Так и я не пробовал. Это просто оборот такой. Ладно. Тогда что вы скажете по поводу этого? Вы серьезно? Вы совсем боксеров за идиотов считаете? Это бумага с буквами. Это не просто бумага с буквами. Это два протокола. В первом значится, что у вас нашли ювелирные изделия вашей тетушки. А во втором то, что их опознали. Что за ерунда? Вы поясните, откуда у вас они? Или она просто их поносить дала? Да не брал я у нее ничего. Слушай, чего ты отпираешься, а? Пока ты был в отключке, у тебя взяли кровь. Сто процентов установишь, что ты был вмазанный. Ты же наркоман. Бывший, а сейчас завязал. Да что случилось-то? Ничего особенного, если не считать, что ты убил свою тетушку и ее ограбил. Ты что несешь, мусор? Ты что несешь? Руки убрал! Э! Ты что, придуриваешься, что ли? Вставай! По песку! Что? Горлицкого позови! Ага. Что тут у вас? Так я ему предъявил улики. Он меня за грудки, а потом вырубился. Я его не трогал вообще. Ну, пульс, кстати, слабый. Э! Он уже придуривается. Встаем! Ну-ка. О, понятно. Давай в камеру его. Не забудь осмотреть запись из дома потерпевшей. И предъявляй этому боксеру обвинение, раз там у тебя улик много. Занимайтесь. Есть. Ну что, ты же слышал, давай в камеру его. Так давай вместе. Вставай. Человек притật! Человек прит hjälите изsee. Для investmentの конец проверен ли СУДАРА СООБЩАНСЯ КАНАЛ ku思ria обважены. А ты че такой мрачный сегодня? Че? Да с женщиной некрасиво поступил. Майор Дергач, слушаю. Ну, и что? Ладно, заводи ее. Не было печали. Здравствуйте. Все, свободен. Проходите. Вот туда присаживайтесь. Присаживайтесь. А ты с этой женщиной некрасиво поступил? Дурак, что ли? Родзянка, позови. Это его дело, пусть разбирается. Мужа моего арестовали. Зварычева фамилия. Да, 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 да. Я знаю. Сейчас следователь подойдет. Так он же уехал. И будет не скоро. Тогда Елену Васильевну позови. А ее зачем? Ну, она лучше знает, как с беременными разговаривать. Давай. Успокойтесь. За что его арестовали? Его не арестовали, его пока только задержали. Это разные вещи. Сейчас старший следователь подойдет и все вам расскажет. Это жена Зварича. Подождите. Я вам сейчас водички принесу. Успокойтесь. Успокойтесь. Все будет хорошо. Сейчас все выясним. Все… Возьмите, попейте. Спасибо. Спасибо. Теперь спокойно расскажите все, что считаете нужным. Я домой приехала от мамы. А там соседка. Говорит, мужа моего без сознания нашли. И подозревают в убийстве тети. А он не мог. Он любил ее. Простите, конечно, но сочетники сказали, что ваш муж наркоман. Был. Пять лет назад он ехал на машине с сестрой с двоюродной. И муж ее за рулем был. Они в аварию попали. Сестра с мужем сразу на месте погибли. У моего двойной компрессионный перелом позвоночника. Он год прилежал. Парализованный. Боли жуткие. Ну, понятное дело. Ему кололи там разные. И так он стал медицинским наркоманом? Да. А потом ходить по чуть-чуть начал. Здоровье. Устроился вахтером. Фирму. Там ходить особо не нужно. Да он не мог никого убить, даже если бы очень захотел. У колодца он давно перестал. Успокойтесь, успокойтесь. Давайте сделаем так. Вы сейчас пойдете домой. Успокойтесь. А я вам обещаю, что лично во всем разберусь. Хорошо? Вы не сомневайтесь. Елена Васильевна у нас самый лучший следователь. Спасибо вам. Петр, проводите, пожалуйста. Проходите. Спасибо, Елена Васильевна. А то, честно говоря, у меня никакого опыта общения с беременными. Ну, что вы, не за что. Жалко, конечно, ее. Но ее муж точно виновен. У него в руке ювелирку убитой тетки нашли. Да, я слышала доклад Родзянко. Такое впечатление, что этого Зварича подставили. Они ничего не подставили. Вы же знаете этих наркоманов. Они за дозу любого человека могут убить. Что еще? Какого-то его на стройке задержали. Он там со своими друзьями поджигал все. Они мне больше не друзья разбежали. Займись. Товарищ Сын. Присаживайся. Пойдемте к Ацману зайдем. О, вы как раз вовремя чай будете? Привет. Слушайте, какой-то маразм с этим Зваричем. Согласны, товарищ майор? Ну, вообще да. Почему? Ну, смотрите, даже если он наркоман, он же не конченый дебил. Убить тетку. Одно кольцо продать сразу, второе кольцо. Серьги оставить при себе у колодца в собственной квартире до отключки. Лен, ну, наркоман же не мозгом думает, а веной. Ему лишь бы раскумариться. Но его жена говорит, что он давно не колосс. Это уже экспертиза покажет. Вот я взяла анализ мочи и крови, так что… Спасибо. Узнаем, чем он умазался. Нужно узнать не только, чем он укололся вчера, а употреблял ли он вообще в последнее время. Тогда надо сделать портальный анализ. И мы сможем установить, употреблял ли он наркотики за последние четыре месяца и какие. Кстати, у него всего один свежий след на вене. Хотя он мог колоться и под язык еще куда-нибудь. Нет, не понимаю, зачем сначала таиться, а потом уколоть себя в вену. Так вам что, заняться нечем? Опять посиделки устроили любовные, уже втроем. Как вам не стыдно? Мы тут дело зварища обсуждаем. Есть все признаки, что его подставили. Начальнику не может быть стыдно перед подчиненным, ясно? Во-первых, этим делом занимается следователь Родзянко. А во-вторых, там улик хватает. В-третьих, он мне уже отзвонился, он посмотрел записи с дома потерпевшей, там отчетливо видно, как из последнего подъезда выходит мужчина в куртке боксера Зварич. По комплекции такой же, как задержанный. Так что все. Убийца Надин, убийство раскрыто. А в-четвертых, будет? Будет. Выговор вам будет, следователь Федоришина. За посиделки в рабочее время. Товарищ подполковник. Молчать! И работать по плану. Все в атаку. Можно пирожок? Почему? Ну, потому что вы несправедливый. Да? Ну и ладно, сам возьму. Держи. Дай ручку, мне пишет. Ты зачем стройку поджигал? Так там же никто не живет. Это имущество. И за него твои родители будут платить. Не будут. Они все на водку тратят. И тут эти двое в бар забежали и... Как давай стрелять? А вы, значит, их не знаете? Нет. Я же просто выпить зашел. А они в масках были. Да. Да во всю рожу. Знаете, как спецназ. Вы можете быть свободным. До свидания. Так. Пришел ответ от медиков по поводу Зварича. Слушай, в его крови столько байробитуры, что Ислана даже усыпит. Значит, можно предположить, что он для того, чтобы кайф поймать, сначала снотворное принял и после укололся. Вот так нам скажут те, кто уверены, что он виновен. Так. Это квартальный анализ. Иммунохроматографический метод, низкомолекулярные соединения, иммуногенная активность. Поняла? Нет? Нет, Маша. Я, если честно, в этой наркоманской хрени ничего не понимаю. У нас в провинции торчков-то не было. Так. Значит, нужен подробный ликбез. Смотри. Данная методология определяет наличие не наркотиков, а антител, которые вырабатываются на них. Понимаешь? Ну, если с научной точки зрения говорит, все наркотические вещества – это низкомолекулярные соединения, которые не обладают ауто… Маша, слушай, да, можно покороче, а? Ну, в общем, в крови изварича антитела не обнаружено, понимаешь? Ну, не употреблял наркотики как минимум три месяца. Значит, у него ломки быть не могло, и он не стал бы убивать для того, чтобы раскумариться. Соответственно, не стал бы засыпать с уликой в кармане, с открытой дверью, со шприцом в руке. А в шприце что было? Да, так. Синтетический наркотик. И он его уколол один раз, и как раз вчера вечером. Поверх снотворного. А ну, пойдем. Пойдем. Товарищ майор, пойдемте со мной там, с Варичем надо переговорить. А Лена что? Ну, вся в работе. Вика-то вообще с ума сошла. Люблю, говорит. Замуж за него собирается, ты представляешь? Ничего, я такую женитьбу устрою. Тома, хорошо, что ты позвала. Мало того, что этот опер охмуряет мою дочь, так еще и жену. Да. Что ты собираешься делать? Ну, сначала поговорю. А если по-мужски не поймет, тогда подключу свои связи, его уволят по позорной статье. Так, правильно, Альберт. Еленочка с Викулей перестанут лепить из него героя. Ты говоришь, его фамилия Дергач? Да. Я не прощаюсь. Альберт, а тортик? Тома! Заходи, заходи. Только говорите тише, чтобы начальник не понял, что мы здесь. Присаживайтесь. Садись. Не понимаю ваши зехера, ну ладно. Тихо. Что вы делали вчера вечером и днем? Только подробно. Так я уже все рассказал другому следователю. Еще раз. Вчера был выходной. Я себя неважно чувствовал. После аварии вообще здоровье дерьмовое. Дальше. Что дальше? После обеда жена поехала к маме, а я прилег, потому что спать захотел. А проснулся уже в камере. А к вам точно никто в гости не заходил? Да нет, не заходил. Я не знаю, как это произошло. У меня еще супруга беременна. И как она там без меня? Вот именно из-за вашей супруги мы занимаемся вашим делом. Мы верим, что вы не убивали. Да я вам клянусь, я тетю не убивал. Она же мне как мать была. Я за нее порвать готов любого. Товарищ майор, отведите его обратно в камеру. И как в камеру? Вы только что сказали, что верите мне. Так надо. Будем надеяться, что это ненадолго. Пойдем. Подождите. Пошли. А вас я жду на улице. Хорошо. Вы заметили там наверху? Что? Окна расположены так, что не видно, кто входит в подъезд. Преступник точно не мог зайти следом за своей жертвой. Иначе бы он попал под камеры наблюдения у дома. Ну, тогда, скорее всего, ждал в подъезде, когда сообщник позвонит ему о том, что идет потерпевший. Зварич точно не мог ждать в подъезде. Его весь дом знает. Ну, он мог быть, не знаю, в гриме. Или мог договориться с теткой о точном времени встречи. Или просто быть у нее дома и следить в окно, когда она пойдет. Или сидеть в машине и позвонить сообщнику о том, что она идет. Тут куча вариантов. Зварич хоть боксер, но он не идиот. Но зачем ему убивать тетку в собственном подъезде? Он же мог договориться с ней о встрече в любом другом месте. И спокойно бы грохнул. Интересно, что камеры наблюдения направлены так, что хорошо видны подходы к дому, но плохо фиксируется выход из этого подъезда. И если просто выйти и пойти вот туда, можно не попасть в поле зрения камер. А убийца уходил через крышу, через угловой подъезд. И там попал под видеокамеру со спины такой же куртки, как у Зварича. И когда в подъезд вошла с соседками, побежал не на нее, а наверх. Ну да, действительно похоже на подставы. Теперь вы понимаете, какой это подонок? Честно говоря, я удивлен вашим рассказом. Я и не знал, что оперативник Дергач пытается охмурить вашу дочь. Не, ну какой подонок? Уже на малолеток бросается. Сейчас. Подполковник Огорлицкий. Майора Дергача быстро ко мне. Ясно. Нету его. Сейчас. Еще и на телефон начальство не отвечает, скотин. Тогда вызовите ей Лену. Ей надо донести, что нашей дочери угрожает опасность. Разве добивается старый мужик? Я и сам бы позвонил, но лучше об этом говорить в кабинете. Елена тоже не отвечает. Интересно, что нам Шов выпишет за то, что мы на звонки его не отвечаем и вообще вышли в астрал. Вы не волнуйтесь, я беру все на себя. Вот только этого не надо. Я не собираюсь прятаться за вашу хрупкую спину. Давайте до конца играть в благородство и прямо здесь сделаем себе харакири. А это мысль. Только лучше их в больнице. Там, по крайней мере, стерильные. Согласна. Черт знает что, ушла она, видите ли. Вместе с Зергачевым вдвоем, кстати. Так, ну это уже слишком. Тогда я немедленно подключаю свои связи в управление и его уволят. По порочащей статье. Чтобы даже пенсию не получил. Тут я полностью на вашей стороне. Но если его уволят по статье, тут и мне достанется. А давайте сделаем так. Он вернется, я с ним договорюсь, чтобы он по собственному написал. Мне что делать? Честно говоря, с дочкой беседу провели бы, чтобы она эту дурь из головы выбросила. И проведу. Спасибо. У нас нет санкции, но тут невиновного человека обвинили в убийстве. У него жена беременная. И чем я могу помочь? После тяжелой аварии у вас долго лечился Зварич Кирилл Иванович. Нам бы хотелось посмотреть его историю болезни. Если это возможно. Надя, принесите, пожалуйста, медкарту Зварич. Кирилл Иванович. Кирилл Иванович. Да. Зварич. Сейчас принесут. Что-то еще? Нет. Пока все. Спасибо. Спасибо. Честно говоря, не совсем понимаю, что нам может дать карту его болезни. Посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Только читайте здесь. Я потом почитаю, чтобы вас не задерживать. Если позволите, сфотографирую. Ну, давайте послушаем молодое дарование. Примем, так сказать, у него экзамен, что ли? Или не примем? Да, спасибо. Значит, я считаю, что вина гражданина Зварич установлена следующими доказательствами. Во-первых, у него изъяты драгоценности убитые и опознаны. Во-вторых, на записи с камеры наблюдения видно, как человек похожей комплекции в его куртке убегает после преступления. Куртку, кстати, уже опознали. Ну, а в-третьих, у него нет никакого алиби. И он единственный наследник этой старушки. Квартира у него, между прочим, огромная. А сам он живет со своей беременной женой в маленькой холопе. Я думаю, все очевидно. Что скажешь? Ну что, я согласен. Зваричу надо предъявить обвинение, и дело можно отправлять в суд. Поддерживаю. Поздравляю тебя с первым самостоятельно раскрытым делом. Спасибо. Назначаю тебя любимой женой. Шутка. Слушайте, а вообще, как удачно все сложилось, да? Следователь Федоришина переводится. Кто-то из вас, Воробьев и Паркщиков, ну или-или, это я еще не решил, станет старшим следователем. Родзянке отдадим все живые дела. Родзянка. Какая-то фамилия у тебя смешная. Все. Свободны. Опять шеф звонит. Ну, он останется, ну. Теперь мне звонит. В общем, если дело не раскроем, очередной выговор или уволит нас. Ну, да и плевать. Я с вами хоть куда. Спасибо. Посмотрите. А врачи не могли и шумиться? Или, может, это было у него, а потом все нормально стало? Может быть. А, возможно, его жена в опасности. Пойдемте. Михалыч. Все, езжай домой, я здесь заночу. Ага. Хорошо, спасибо, товарищ полковник. Все, давай. Давай, давай. Алло, Вика, привет. Ты где? Да, приехал. Не, ну, я подожду раз рядом. На, давай. Подождите. Пап, привет. Привет. Вика, я хотел с тобой серьезно поговорить по поводу того старого опера. Пап. Познакомься, это Юра. Мы с ним, скорее всего, распишемся. Вика, ты меня убиваешь. Пап, ну что за истерика? Ты же мужчина. Сейчас я не мужчина, я офигевший отец. А у вашего мужа были еще родственники? Нет. Только тетя была. Была. Елена Васильевна, а почему вы говорили, что гражданке зварище может грозить опасностью? Я ошиблась. Никакой опасности ей грозить не может. Ведь это она организовала убийство. Что? Ну, не одна, конечно. А вместе со своим любовником. Ведь ваш муж после аварии детей иметь не может. Но вы, конечно, заверили его, что произошло чудо, что вы забеременели. Вы опасались, что когда родится ребенок, муж сделает тест на отцовство. И плюс не хотели жить с инвалидом. С ума сошли? Все мы в некотором роде того. Кстати, ни днем, ни вчера вечером в этой квартире гостей не было. Вашему мужу стало плохо после обеда, которым вы его накормили. Я думаю, что вы навряд ли выбросили посуду. Но даже если вы ее вымыли специальным средством, любая экспертиза обнаружит остатки снотворного точно такие же, как были обнаружены в крови вашего мужа. И только вы могли дать вашему подельнику куртку мужа, в который тот специально попал под наблюдение видеокамер после убийства тетки. Как вы можете? Я же в положении. Я сама к вам пришла за помощью. Ну, вот это было вашей самой большой ошибкой. Вы хотели отвести от себя подозрения, а вызвали у меня жалость. И мы провели дополнительное расследование. И по номеру вашего телефона нам удалось вычислить вашего любовника-убийцу. А-а-а. А-а. А-а-а. А-а-а. Это она все придумала. Ненавижу вас. Так уведи их. Ненавижу вас. Значит, я ошибся. Да как обычно. Только я уже в управлении сообщил. О те прессе. А эти в эфир. Выдали за сенсацию. Был известный боксер Зварич причастен к убийству. Нет, я, конечно, рад, что все так справедливо закончилось. Но есть же какой-то порядок. Вы на звонки не отвечали. И устроили мне тут какую-то самодеятельность. Миш, можно идти? Наедине все объясню. Давай. Выйди. А, не жениться. Ну, и что ты не хочешь сказать свое оправдание? Пойдем в ресторан? Пойдем. В жопу эту службу. Пойдем в ресторан. Пойдем в ресторан. Пойдем в ресторан. Продолжение следует...